Выбралась? Да, да. А где Иван? Здесь. Лена, вы не являетесь членом законно-приходского совета? Ну пока никто не избрал. Не избирали же. Не избирали. Первый раз так. Ну, в принципе, тут... Татьяна, мать Ивановича, постоянно в больнице, уже пора... Татьяна, мать Ивановича. Здесь не будет. Здесь все не путали. Ну что, собрались все. Поможете мне? Попросим, пожалуйста, я бы попросил. На молитву. Дарю небесы, мы, Уже житель души истины, Ижи без бесы, И вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю Приселися вны, И очистены от всяких скверных, И спаси благое души наше. Господи, благослови наше собрание здесь. Путеводи нашими мыслями, И всем, что касается исполнения Слова Божия, И сам покажи, кто должен еще подумать, Прежде чем принимать крещение. Мы уповаем на милость Твою, И щедро Твою не покинь нас. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Братья, кто будет по порядку, У вас записаны. Те, которые ответили раньше, Кто-то, что они могут присутствовать. Вот, Александр. Вот, все. Пойдем, можете идти по этому списку. Александр Долгоев. Садись сюда ближе. У тебя же время, может, давай. Ну, передавай через два. Да нет, пускай поближе. Александр, садись поближе, чтобы Инатьич. Поближе сюда, чтобы слышно было. Чтобы он слышал, Инатьич. Да, вы сюда подходите, чтобы вы по этому не слышали. Когда люди спрашивают, я принял крещение, а что дальше? Так это только начало. На крещение Господь доводит людей практически всех. Это мы знаем, что согласно нам святых отцов от трех за пяти лет подготовка шла в период отношения. Апостол Петр сказал речь, в четыре тысячи обратилась, но сразу были причиненные. Возглавления не было, они отношения. А почему? Речь идет о биллеях, которые закон знали. Им не хватало только пришедшего Христа признать нести и спасителя. А вот, вода, как я говорю, что препятствует? Он говорит, если ты веруешь во что? Не каноны, которые мы спрашиваем, не правила церковные. А ты веруешь, что Иисус Сын умер, Сын Божий умер за грехи? Веруй. А что препятствует? Оба сошли в воду. Сошли в воду. Не чашечкой поливать с головы, не мог правилу воду рукой безобразие наводить. Это мы считаем, в Святой Библии написано. Девнах и Филипп оба сошли в воду. Нужно как готовящий состав истинных христианинушек. Какие намерения сделать, шаги или уже сделать, чтобы быть угодным Богом? Исполнить его заповеди, следовать его воле до самого конца. А заповед, исполнение заповедей, что мешает? Человеческое мешает. Греховная, поврежденная человеческую сочность. А как в Библии выражено, чтобы от этого исправиться? Какими словами? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Дальше стремитесь, и получите дань Святого Духа. В чем каяться? Именно тот вопрос, с которым затерянутся, затронули мирское. В чем? Вот он не знает сейчас, я только пришел, ну что, я пересчисляю, там я живу, там она с женой нормально, из дома товары не вытаскивает, наоборот, дом себе нашел, он все рассуждает в раме. Самый главный грех не верен в Сыну Божьего. Как эти слова, которые вы сказали, выражены тоже в три ступени. Покайтесь, верите в его... Что дальше? И да, крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Получите дань Святого Дара. А вот как это выражается, так чтобы людям было понятнее? Говорят, стяжание Духа Святого. Да. Я практически ни одного не встретил, который бы объяснил даже верующие. А это центральная фраза Серафима Саровского. Смысл жизни в чем? Люди придумали сына родить, дерево посадить, дом построить. Я говорю, сын наркоман, дом тебе в противники зажали, сожгли, а дерево само по себе упало. Буря его. И где смысл жизни? А смысл жизни должен быть выполнен в любой ситуации. Я надеялся столько там прожить. Теперь все, это 20 лет. Ну, в среднем 70 лет, Библия говорит. А ты можешь умереть сегодня же. Не потому, что ты на море, а даже на земле. Заснул, навстречу дорогу, вылетел, и сразу ударили, и все. Вы знаете, главные герои, где погибают? На дорогу. Больше всего нам мешает, вы знаете, что наше Я, вы ответили правильно. Но как от этого избавиться? Какими словами выражено это в Евангелии? Отвергни себя. А, вот. Объясните это слово. Это значит, надо свое Я полностью растоптать. И чтобы только воля Божия, Его Слово, было мирилым во всю твою жизнь. А как узнать, что Я? Как Я? Когда Я, это Я. Вот. Надо просто очень хорошо себя знать. А как выше? Когда кто-то с тобой близкий подскажет тебе или сам без себя дать его? Конечно же, когда есть верующий брать. Со стороны вина наша походка. А, в общем-то, мы сами не знаем, как она идет. Да. Ну и какие Вы методы приложили к тому, чтобы отвергнуться? Вы считаете, что отвергнуть себя? В целом, в целом, да. В целом, да. Я Вас запомнил, кто идет по Альмолину. Вчера не было этого лекарства. Вчера нашли. Я там целую пещу стелил, чтобы не забудеть взять, навести. Я по нему вас обознаю. славу. Может, поделитесь, что другие знали, как отвергнуться себя конкретно? Как отвергнуться себя? На самом деле, отвергнуться себя самому невозможно. Это может... Попробуй начинать. Самому это невозможно сделать. Это может сделать только Бог. Это как дар, Он себе дает в ключевой момент про жизнь. Как это у меня было в августе 20 августа. С 20 на 21 августа 2022 года. Предшествовало этому событию очень много. Это очень долго пересказывать, если честно. Но вот ключевое, что было, я уже ходил в церковь после этого. Примерно полтора года православный. Я был не из верующей семьи. Отец неверующий у меня. Мать верующая была, но в церковь не ходила. Но по мирски, по мирским понятиям абсолютно порядочные люди. Ну, по моему взгляду. Но, к сожалению... Ну, от кого из этих друзей знаете, которые отвергли себя и конкретно сказать, вот в момент, когда он надеялся себя. Апостол Павел. Апостол Павел. Когда он... В момент, когда он при... Когда ехал в Дамаск, на него его озарил свет и Господь ему сказал, что ты гонишь меня. Он был верующим для этого? Был ли он верующим? Был. Но не в сынах. Фарисея это фарисея. Фарисея, фарисея. Фарисея, фарисея. Он непорочный. Непорочный. И он делал ради Христа все. И оказалось... Путем Христа. Да. То же самое же. Можешь мне сегодня так вот как-то... Сам человек не знает о помощи ему. И как он... Если он рожденный свыше и готовится к этому... Как он будет реагировать? Как ему указать, у тебя главный недостаток вот этот. Ты боишься, когда что-то тебе скажут не нравится. Боишься там семья, что-то как-то... Как к этому привыкнуть? Что я отвергся себе. Растоптал себя. Почему святые так боролись с этим? Боролись всю жизнь. Вот у нас здесь кто-то может слышал о Моросе Юраса. Архимандрит. Монастыря. Вивального был. И он говорит, у нас специальные овощи на это были. Я говорю, а какие? Ну вот такая-то хорошая, самая работает. Ну некуда она, вот видишь, она такая. Он ее называет. Ну-ка иди сюда. Ага. Ты где была сегодня? Батюшка, я нигде не была. Не была. Скрываешь? И дальше вот самыми страшными грехами ее обвинять. Она и плащет, и признается самое главное. Правильно это или неправильно? Ну вот. С чем она? Обвинять-то ее в страшных грехах. Тут монастырь весь перед ней. И он говорит, мы это практикуем. Чтобы понять не было, необычный для вас этот вопрос. Я считаю, это абсолютно недопустимо. Если нет, Павел правил, по правде законы, я не порочный. Я никогда не знал другой полк. У меня со мной этого не было. Но у меня другое было. Незнание Писания меня привело к тому, что гнать христиан, а Господь говорит, что касается меня зеницы окон, я их убивал, тащил, и думал, ду Богу служу. Он так и говорит. Что помогло ему понять это, что он не Богу служит? Что помогло ему понять, что он не Богу служит? Да. Поворот сделал. Почему? То, что он гнал Сына Иисуса Христа. И его последует. Вы можете это применить и сказать? Да, безусловно. Безусловно. Вы хорошо слышите? Всю жизнь я гнал Иисуса Христа. Я конкретно прибил. Особенно с 14 лет. У меня вопросов нет больше к нему. Вы это берите, это каждый к себе. Если вы это приняли, я против, чтобы они те же вопросы не задавали. Я бы хотел еще задать, но воздержусь. После этого отвергнись себя, потому что такое вторая ступенька. Отвергнись себя к крещению. Возьми крест свой. Возьми крест. Крест это страдание, обличение, оболгание. Это крест. И когда на тебя вот эти нападают люди, вот сейчас мы письмо считали из прокуратуры, которая есть. Как на эти тюре я могу смотреть? Инструктаж не дается или нет? Или как? Встать на крышу, запрещать, а будь вы проклядны, сгорите синим пламенем. Или день и ночь просить, Господи, чести их, не знают, что худо твоя. Вот эту ступеньку надо хорошо, хорошо прохерить, видеть. А потом третья ступень. Потом третья ступень. Отвергнись себя, возьми крест и следуй за мной. Следуй за мной. Следуй за мной. А следуй за мной это как? Пояснение. Говори. Как-то нет, он сейчас вот вышел, Христос, я бы увязался за ним и все. Исполни слово его, его заповедь. Как вы знаете, я за Христос, следуй или нет? По слову Божию. Хорошо слышите? Я не все слышу, но... По слову Божию. По слову Божию. Да. У меня нет вопросов. Вопросы можно? А есть? Можно вопросы? Так я обязательно. Он хорошо все расписал, прям, я хочу сказать, расписал очень хорошо, прям, по каждому пункту. Только у нас в Густаре не 12 правил, а 16, сразу запомните. 16. Почему ты 12 сказал? Ну, 12 апостолов, ну ладно. То есть, у нас 16 правил, а то ты написал 12 буду исполнять. Айкода 4 еще. Я вижу, это такое конкретное. Вот гляди, сатанинскую музыку практически не слушают. Что такое практически, теоретически? Практически значит, что если кто-то включил, но бывает, что... Да, я понял тебя здесь. Ты такой программист, он программист очень делал. И юрист по образованию. Тяжелее к мутке, вот еще ничего. Я слово скажу. Конечно. Программисты в большинстве своем бесноватые. Запомните это. Согласен. В большинстве. Я не говорю все, но в большинстве. Я просто, если вопрос дальше задавать, ты говоришь, если кто-то включил, где кто-то включил? Ты на бары какие-то ходил? Нет, не хожу. Ну, в такси еду, допустим. Вот я, ну, нигде вот не... В такси. В такси маршрутке едем, допустим. В магазине. В автобусе. Зачем об этом разговоре-то? Ну, а тебе речь идет не о каком-то там машине. Ну, это к тебе не относится вообще. Зачем? Зачем? Внешне... А тебе сколько лет? 24. 24? Ну, 24 это уже нормальный возраст. 25 я уже... Почти мой возраст, когда я получил Евангелие. 23. А вот это, теперь дальше, сейчас разъясним всем. Ну, старшее поколение понимает, в чем дело. Вопрос такой. Какая трата... Так, 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 так. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Как тут написано? Пишите, слушаете ли сатанистскую музыку, ведешь ли, веришь ли с нам приметам? И он пишет, к снам приметам отношение спокойное. Ровно дышит человек. Каким ты о каком сне говоришь? О своем сне? Или что? Нет, у меня особо снов-то нет. А если бывает, то ну сон и сон. Сон и сон. У меня такое отношение. Нет, есть... Ты знаешь, что Сонник есть такая книга? Их очень много. Слышал? Да. Молодой не знает. Вы-то знаете, что вы же соните, да? Да. Толкование мать. Толкование снов. Это лесовщина самая настоящая. Да. И ответ совершенно неправильно, потому что он молодой и не понимает, что такое толкование снов и так далее. И люди этому очень верят, им нравится это. Я знаю, что и молодежь, что тоже до тебя почему не дошло. Неправильно отвечаешь, как спокойное. У тебя беспокойное должно быть состояние. Если кто-то говорит о сне и так далее, священники очень любят о снах. Нет, если говорят, то у меня беспокойно. Я говорю, свои сна. Стоп, ты не перебивай. Черт, ты не убиваешь. Я тебе говорю, священники любят о снах говорить очень много. И все стоят, слушают. Вот кто-то мне недавно рассказывал, проповедь священник делал. И опять, вот одной женщине снится там что-то. И он стоит, рассказывает, проповедует. А ты сразу уже это я должен расторожить. Один священник в Тоболе вышел. И вот так над собой, когда царские врата, обычно туда заходят. А он из царских врат так открывает и торжественно выносит книгу Ларисы Лавровой. Над головой. И говорит, вот, вот чему верить надо. А нас, вот митрополит, мне Библию какую-то. Спокойное у тебя отношение. Ты должен знать, что это такое было, узнать. И дальше. Подаяние милостыни упражняюсь. Просящим стараюсь давать. Поточнее, не всем. Но вот это, как-то не может. Странно, но интересно. Ты деньги даешь, что ли, да? Ну, по-разному. Ну, а как ты вычисляешь, что вот этому можно деньги дать, а вот этому нельзя. Вот я тебе так сейчас сразу скажу. Не ответить ничего. Ты меня слышал на занятиях? Слышал вот раз. А что молчал? У тебя столько вопросов. Ты чего молчал-то? Ничего не говорил. Ко мне один раз позвонил. Я хочу с вами поговорить. И все, и канул, как в лету. Я тебе звонил потом. Нет у вас. У нас есть материал, пишет православие книги о милости. И один там играет, может, на баяне. Подошел, положил там сколько-то копейку. Ему глаза открылись, а в эту же минуту, в аду, в пригорще его сатаны, оказалось мне нестинно. Вот и все. Как узнать? А это тебе уже книги не помогут. Тут ты сам должен духи святого разбирать, он просит. Ниже никакой нет. В этом афганской раны у нее еще нет. Показывают обман, обман, обман. Специально уродуют людей, что просили, чтобы 10-й забрать с них. Слые компании работают в Москве. И не ребенка калещат, чтобы римонку подавали, а на татафина. Да, да. Ну, тут еще есть у него так же. Вот видите, как он отвечает. Я для того, для примера, чтобы вы узнали, уже, ну, я думаю, что никто так больше не ответит. Стараюсь помогать и больным. И дальше. В похоронах и поминка, зарядка, пока Господь милует родственников, и близких, ну, то есть не помнили. Но участвовал. То есть он тоже, видать, молодость совершенно не понимает, о чем идет речь. Когда за деньги ты приходишь и там отбивают. Вот о чем идет речь. Это раньше было очень распространено. Я думаю, и сейчас тоже. Ну, он просто молодой не понимает, отвечает на страну. Ну, я так... Речь, она была, что-то там... Мы рядом такая... Вы об этом не рассуждайте, что вы там кого-то хоронили, и вы там были, или нет. Что, Игнатип, сейчас об этом спрашивает, что ли? Немножко-то подумайте, кто перед вами сидит сначала. Что это такие вопросы он будет задавать, что ли? Детские какие-то. Разговор идет о том, участвовали ли вы деньги, брали за то, что отпевали людей. У кого-то голос есть, и бабушки раньше отпевали. Кто-то понимает, о чем идет речь, или нет? Молодежь. Или сами платили. Да. Вы конкретно говорите, я не понимаю, в чем вопрос. Почему вопрос-то не задаете никогда? Вот уже... Мне кажется, мы даже эти вопросы проходили с ними. Они, ну, как-то на них не останавливаются, и все равно. Значит, я считаю, что нужно проголосовать, а голосовальщики имеют голос, только мы двое. Но, мы вчера говорили об этом, те, которые были крещены, все это знают, могут, по разрешению комиссия-то мы говорим, задать ему вопрос. Кто имеет желание ему вопрос задать? И тут еще у него про друзей есть. Ну, это как они... То есть, с одними друзьями, сами отвары, другие... Если так будешь делать. Он, по-моему, ни ко мне друзей не сказал ни одного слова о том, что они идут в ад. Говорим. И что они так с тобой и остались? Вот это, прочитайте. Формулировки у него такие, ну, обкапанные. Хоть католики, пускай его крестят, хоть бандиты, эти, буддисты. Да. Он добрый, мягкий. Никому, да, мягкий. Вопросы задавать не будет, потому что, зачем задавать, он сам все знает. Если ты пошел за Христом, поэтому у тебя домашнее враги его. И вот он домашний, он врет, он говорит, он подает в суд. Это все Господь допускает, чтобы возвысить тебя. Потому что 9 блаженств и только заодно великая награда, когда вот, гнать, засловить, велика ваша награда на небесах. А тут только сказал сразу, все шипы вылезы. В гневе и раздражении почти не кричу. Ну, то есть, если и бывает, то очень редко. То есть, в гневе и раздражении. Как есть, он открыто написал. А остальное время, ну, гнев и раздражения когда придут-то какие? Есть же разные гневы уже. Вот у нас в деревне 40 правил. Не включать громко музыку, рок там тяжелый. А я на вас не смотрю. А он приезжает, что-то там зерно брать. А у него отец, я сразу отцу сказал, а сын тоже женатый. И мы тебя выпроводим отсюда. И все-таки не добились, музыка перестала. Дело это, я наживаю врагу в себе. Но это и враги Божии одновременно. Вот что утешает. Сразу по третьему пункту обещаюсь оставаться членом Святой Российской, ну, Русской православной. Вот, и он говорит, обещаюсь оставаться. Что это значит для тебя? Что ты обещаешь оставаться членом единой, Святой, Соборной, Костольской Церкви Господа Иисуса Христа. Понял, может быть, это вообще о церкви говорится? А вообще о церкви. Церковь-то одна. Где сейчас крещение принимать? Русской православной церкви. Вот так право русской православной церкви. Уже была упрать, вы не убрали, изменилось все. Сегодня этого названия в России нет. Ну, Россия, все понимают, вопросы задают. Я говорю, ну, это говорится про... А вот ты сейчас ты пишешь, что в Петербурге я думал принимать крещение и не крещение. Там же кто-то принимал крещение. Чего ты там с ним это не принимал? Потому что я понял... Ну, ты тут как бы сказал Игнатик Натчапкин и вот потеряевка это и есть то, что там как бы святость, вот это нужное, то есть там полное погружение. Вот сейчас ты туда заходил, в ту дверь еще и... Там батюшка будет. Да. И батюшка будет вот этой вот церкви называется. Это тоже церковь. Да. Вот здесь, в деревне и там в городе это тоже церковь. И вот мы с Игнатик ночью туда входим в эту церковь. Понимаешь? Там у себя Константина Душевого слышит? Слышит. Незнакомо? Слышит, слышит. Ну, а близко незнакомо? Близко нет. Вот гляди, вот ты сейчас вот тут крестишься и уедешь туда и что дальше будет? Дальше? Ну, как ты собираешься жить? Вот, ну, крестишься. Сегодня даже решили допустение, которое сидят мы не успеем где-то. Да, может быть, вопросы уже заданы. И вопросы все по месту. Так, вы допустите его до крещения? Там же еще брат есть, это Антоний. Да? Да. Вы с ним все? С Антоний. Да, да, да. Вы с ними там занимаетесь? Занятия проводите? Вы собираетесь вместе? Собираюсь. Ну, бывает, да. А этих-то будут спрашивать? Кто это? Занимался с ним-то? С Антонием пока просто не видел, как болел. Да, у него, скорее всего, поручитель. У тебя кто поручитель? Иван Грибан. Сейчас ты отошла. Иван, подойди. У него поручитель Иван Грибанов. Иван, подойди, подойди. Иван, давай, давай, ближе сюда иди. Брат, есть вопрос, если бы вы говорите. Да, вот. Есть вопрос, это думающий. Брат Александр присоединился к вам. Ближе сюда. Брат Александр к нашим занятиям присоединился уже поздно. И у меня было с ним несколько бесед. Но я у него в основном спрашивал, знает ли он писание. А как же я хотел узнать, я спрашивал, перескажи мне своими словами книг, которую обычно никто не читает. И эстры, там, Неми, и Паракламинон. Он пересказал. То есть, он писание хорошо знает, очень хорошо знает устав, очень хорошо знает богослужение. То есть, он очень, подкован теоретически очень хорошо. Вот это вот. Ну, он выходил на глушебные взведители, даже из храма-то прям выходил. Да. То есть, этого не надо было, просто от чаши надо было дать, чтобы не видно ее. А вот он прям из храма выходил, то есть, пытается устав исполнять. Но это надо будет все делать и знать, что тебя, духовный отец твой, вот батюшка, и вот духовный отец, наставник твой, Игнатий Тихонович. Понятно? Да. А мы тут, братья, сестры все твои, понял? Да. Ну, и уедешь туда, и молчание опять будешь сидеть, глаза открыли, или закрыли, непонятно. Ну, там, общение, жертву общения нужно приносить. А что это такое? Нужно отвергнуться себя, а ты не отвергаешься себя. Поэтому вопросы не задаешь, и мало кто отвергается, вопросы мало кто задает. На занятиях, как один, только беседует человек, спросит вопрос, все сидят, он знает Писание, что он знает, ничего не знает. Сколько раз еще спрашивал, молчат все. Что такое? Ну, немножко, да. А, ну, все, все, ладно. Так, вопрос стоит, допустите крещение или нет, мысль ваша? На год еще нельзя положить, 24 года, где не положено. За, против и воздержавшийся. А мы двое, все. Ну, вот это и сложно. А Иисус с одной и т. Так, пишите Иисуса с одной буквы, и почему? Да, может, скажу, Единовешенский приход. Он, ну, Единовешенский приход, это как Тюрилл Сатарова. А как считаете вы, с одной или с двумя? Ну, Синодали с двумя. Вообще, сами думайте, как правильно. Правильно, не так и не так. Правильно Ешу. Ответа, ну, да, это хорошая, да. Ешу полторы, дает, да, дает хорошая, у него тут вообще много мест писания. для того, чтобы допустили. Тут счерпнуть, один плюс, и дальше свое поставить, ну или динут. Так, следующее, кто у нас? Один плюс, один, один плюс. А я воздержался. Большой Сатар, хорошо, следующий, готовьтесь, готовьтесь, что не последний год еще. Александр, Пускай еще съедим. Погнал, что в очередь сейчас зайдем. Ну, все украсить. Там Николай под двери. Все украсить. Здесь мы ходим, сразу подходим. Следующий, кто у нас? Вопрос был, не знаю. Так, Сироп, Гири Николаевич. Сиропки, ну, да. Или Сиропки, Сиропки, только Николай. Это, за время, а это еще целая депратика? Ну, да. Дайте заявление. Выяснить нам, мне еще. Тебе сколько лет, принято? Тридцать семь. А, хорошо, если на себя пишать. Мормально. Если Сиропки Николаевич не граждан видит, он столько сделал, и как есть, я даже спрашивать еще его не буду. Да? Да. Вот почему он и спрашивает себе крещение? Кто будет веровать и креститься? Ну, коротко и ясно. Мне здесь пришлось писать, а ты понимаешь, что такое, обещаешься, оставаться членом святой православной церкви? То есть, кто даже может, который сейчас есть, он и считает, что свободно, обещание? Нет, ну, нет, нет, это все, где церковь, это твое? Православная церковь. Очень хорошо. Вот ты сейчас выйдешь, где ты живешь? В Зеленограде. В Зеленограде. В Зеленограде. И что дальше уехал ты и с концами, да? Сейчас он туда зайдешь, там будет батюшка, он прям живой там будет стоять. И дальше что? Ну, вот ты уехал туда, и поминай, как звали, да? я же здесь играл вообще не... Он, 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 он постоянно занимается, тут ему вопрос вообще не... Он даже не на крещение приехал. Это мы ему убедили, он даже не знал, потому что два человека, просто разъясню, он думал, что крещенный, но мы по совету согротикнуть, ему говорят два, которых, этих, как это, крестных, что тебя промажают. Да, ему погружали. Но мы, из-за того, что они неверующие, нельзя на них опираться. Игнатик, он же говорит, надо креститься, потому что, неизвестно, они не могут отличить, что погружали, или погружали. Николай Астахов утверждали, полное погружение, когда поехал там, тогда даже купили не было. Это возможно. Ну вот браки, вот они тоже, далеко в Казани, живут там, и в Москве есть братья живут, и они постоянно в этом общении находятся. И исполняют все наши 16 пунктов устава. То есть они не простой к церкви относятся, а к церкви. Вот перед тобой церковь. Верующие сидят уже братья, а это те, которые подали заявление. Не конкурс, он все абсолютно берет, абсолютно все создает нашим. Так, ладно, я совершенно не знаю, поставлю, вам верю, вам сильно. В очередь становись, поставлю все. у него глаза, честно. И дело правило. Так, следующий читаем. Байдуков Георгий, если. Байдуков Георгий тоже обязательно проходит. Байдуков Георгий, пожалуйста. Байдуков Георгий. Это мой поручатель. Я у него поручитель. И Николай Астахов поручитель. Я беру потом, что там было, и как он приехал здесь. У меня ни одного замечания нет. И внутренне я спокоен. Я больше доверяюсь, что я получаю. Даже ничего бы не говорил, а вот это расположение. Я по избежению, но все правильно. Ну, я как бы с ним беседу. Он даже так получилось, что он вел занятия оглашенные, такую группу создали. И там были братья. Да. Он много говорил, больше, чем все оглашенные дети. Поручитель условия дает. Слава. А, да, да, поручитель. Хочет нам о нем сказать. Следующее, кто? Ну, вы же поставили плюс. Ну, поставили плюс, я тоже плюс ставлю. Вопрос в том, что человек, он избранный. С детства избранный. Он на килоге, говорит он ему поручитель. Да. Человек избран с детства, и он особенно всегда ото всех, от копаний и прочее. И он это даже сам не понимает, может быть, до конца. Что это избрать не будет. Ему в голове не унывать, и быть вообще не избрать. Да. Да. Вообще не избрать. Я говорю, он больше всех оглашенных наговорил. У него занятия были по часу. 12 занятий только по Давиду оказалось. Никто не думал об этом. А сколько много о нашем любимом, святом оказалось. Формально мы это все сделали, посмотрели. Да. У меня нет никаких претензий. Нету претензий у тебя тоже, да, таких, чтобы... Нет. Быть вообще не с братьями, советовать. Не воевать. Подлегаев, Юрий. Ну, Георгий будет он, да? Да, Георгий будет. Если будет крещение. Ну, Подлегаева, Юрия. Давай, правду. Второй вопрос. Значит, в церковь начал ходить с августа 1994 года в монастырь. Очень хорошо знакомый с темой экуменизма. С 99 по 2002 год это исследовал. Ездил в Подольск. Там Михаил Викторович Назаров был в Подольске. Ездил в Подольск. Ездил в Подольск в 2000 году еще до акта о каноническом общении. И с 99 года по 2002 год исследовал тему экуменизма. Очень плотно. В те еще времена. Много читал монашеской эстетической литературы. Ну, в дальнейшем лет 10 назад занимался вот практикой свидетельствовал о Христе разным там яговистам, адвентистам, бактистам. Сейчас, последние годы жизни вот это вот повседневное затянуло. То есть, очень много, скажем так, идет времени на светские занятия. вот писания именно системно, постоянно, ежедневно не читаю, но очень много думаю. Раньше много читал, но очень много думал над местами из писаний и, соответственно, изучал каноническое право. Для меня канон это как иммунитет, который слабый, неработающий, часто нарушает. Скажите, стой так. Соответственно, изучал книги святых отцов. При этом сам вижу себе кучу несоответствий. То есть, кучу несоответствий. Принимать решение потеряевки определился практически 10 лет спустя после того, как начался канал Васветия Библия. Я не хочу рисковать спасением своей души. То есть, в детстве, когда был маленький, то, что вас вообще не называются неверующие, был крещен непонятно как, священник умер в городе Балашов, Саранской области. Соответственно, показания родителей противоречивы в части того, как это все было. И в этой конкретной ситуации с моей точки зрения надо исполнить всякую правду и, соответственно, быть крещенным через полное погружение. Это вот основные моменты, которые касательно веры, догматики и моего опыта. Основные. Есть, опять же, моменты факультативные, связанные с моими убеждениями. Готов отвечать на вопросы? Ну, все знает, только, как говорится, на небеса не будет. Он ко мне подходил и говорит, я хочу всю правду, хочу, чтобы вы меня поняли, я не пацифист. Если надо будет убивать, я буду убивать. Да, если будет война внешняя, Китай или Америка, в данном случае я не буду пацифистом. Я против пролития, я против пролития человеческой крови, я сделаю все возможное. Я помогаю людям, которые за альтернативную военную службу, я им помогаю искренне. Но за многие годы осмысления духовной жизни убеждение такое, христианин не имеет права убивать, но в случае внешней агрессии есть законный интерес. В армии не служил, людей не убивал. Но если будет нападение со стороны Китая или там еще что-то, или будет внутренний... Марсиане там. Нет, Марсиане это демоны, это и так вот это. А именно вот здесь вот такое внутренне убеждение. Я ничего не могу сказать. Севастин тоже юрист. Так, Игнативович, вы поняли что-нибудь? Давайте держимся. Я против. Я ему сказал, что я буду против. Я вообще его спросил, а зачем ты сюда к нам приехал? Вы за убийство? он приезжает с ребятишками, с одним приезжал и сейчас. Ну, очень хорошо. Вот отношение какое отношение. Я не против, я просто воздержусь. Он очень старается помочь нам по юриспруденции, где, что, и все, это прям немедленно кидается на это, и какие правила, наклоны. Он мне очень нравится, что он правду говорит, и все, он правду сказал. Я голосую, я голосую, никакой ответы быть не может. Я не против, это значит нуль. Все. Все, следующее. Становитесь пацифистом, как говорится. Михаил 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 для тех, кто не знает и отравляет что они читают. Юрий, для юриста это слабовато. Гляди, другие пишут, а тебе, как говорится, решение принимает священник, это рекомендация. Тексты я не вижу. Ну тогда, когда я сказал, что надо написать, он сказал, я все знаю, шесть раз прочитал Кристина Православия, мне ничего не надо. Ну, и не надо. Брат, на нет и суда нет, ты сам знаешь. Я тебя понял, но ты меня тоже пойми. С 13-го года ты на нашем канале и что-то вопрос надо написать. Всех не слышат, кто-то говорит сам. Как по-другому. На работу принимают и везде. Может быть, так, цены. Тихо, и чуть погромче, но не сильно. Постарайтесь. Зовут меня Михаил Никита Дмитриевич. С 2017-го года из города Омска являюсь помощником настоятельно по молодежной миссионерской работы. Веду евангельский кружок на базе собора. Сейчас он маленечко на паузе. Пришел я, приехал к вам я по проповеди Игната Ихоныча, наблюдал за каналами, смотрел информацию, был приглашен, познакомились мы с Виталией Калиниковым, был приглашен на наши встречи в евангельском кружке. Через его после знакомства в Нигде озадачился темой крещения. Долгое время на эту тему рассуждал. Мы не знаем на самом деле, когда мы уйдем в мир, но и чтобы скажем так, ну как-то соблюсти, решил принять истинное крещение. Искал, крещение-то не нашел. А на паузе занятие в чем дело? Сменился настоятель и сейчас после приезда отсюда вопрос должен разрешиться. Будет об этом говориться. Вообще интересное положение. Четыре четвертые настоятели. А они знают, что ты как отец и этим лавкин Игнать Тихоновича знают отца Игнать Тихоновича. Низкий поклон ему передали. Игнать Тихоновича тоже знают. Но после разговора так сдержанно ко мне стали относиться. Пока не знаю. Приеду, я буду смотреть. А что это такой вот ответ такой странный? Соблюдают посты среды и пятницы все посты? Нет, не все посты соблюдать только среды и пятницы. только среду. Ну, так предусмотрено. А 49-дневный великий пост? Только среди пятницы пост состояний. Еще и разу? Нет, ты же вроде только раскрывался в освящении. Я в этом расставил. Он расставился, расставился, ни разу, ни одного большого поставленного. Ну, был момент со здоровьем, и батюшка благословил соблюдать среду и пятницу. И вот как благословил, так и соблюдал. Но вот к этому посту приложил усилия. Батюшка, если он вам сказал, что я вас прописываю, космонавты, вы можете пользоваться его бумажкой? Примут вас в отдел космонавтов? Не примут. Не примут. Так, есть 69-е правило апостольское. Говорит, если вы не соблюдаете 4,10 в 7 недель, отключаетесь на 2 года. Уже дальше исполнять больше на 2 года ты еще будешь за дверями стоять. А что я думаю здоровье на здоровье я бы тоже воспользовался первый раз в жизни вот этим сказать помощь мне. Растительное масло разрешается и вино там что-то по болезни. Все. А не то, что курочка или бульончик или яйца или творожок. Нет этого. Священник не может дать тебе разрешение. У него права этого нет. И за то, что он это сделал, его за это извергать могут. Поэтому вы даже сейчас прям решительно пересмотреть и дать обещание. Переписать вот это. Что посты все православные будете соблюдать. Четыре поста. Рождественские. Мы знаем Покровский, который идет Богородище. И вот Петров пост, который сейчас был. Великий пост. Жиловерный. Больше половины дней постный. И священное священие ну никак нельзя. А мне жена разрешила смешно даже. Вы знаете, когда я крошадский заболел, ему советую там курочку. А он решил маме понаписать. А мама сказала сынок, я правила не писала. Умрешь, значит умрешь. Вот как люди верили. И он вызвал, стал соблюдать пост и вызвал. И все. Вот мне Господь позволил быть в тюрьмах, в лагере, в больнице и ни разу не нарушит. И я не умер. Вот представь себе, мы летим в самолете и разносят что-то. А я говорю, у нас пост по-английски я говорю. Так ко всем два раза пришли в Америку, а ко мне четыре раза. И они не знают, что дать. Я говорю, что можно, растительное происхождение. У больницы в одной после операции пришли, я говорю, а что надо? В молоке. Сейчас же пост и все. Ты что, в воде не готовить? Да не надо, тут пять дней осталось, я и так провяжу. Пять дней, что тут? Они начали готовить, а что можно там? Картошка там. Все подготовили. Какие-то соки привезли. Вот так вот в доверенности. А в тюрьме вообще выбора нет никакого. Для меня специально приносили рыбу на Благовещение. Заключенные. Вообще чудо. Ну, вся камера, конечно, питалась. Так что, Никита, здесь надо пересмотреть. Расскажи, что будет. Почитайте. Игнать Тихонович, по постам я пересмотрел, буду исполнять. Понимаешь, это неплохое дело. Ну, неплохое, но надо смотреть на все. И на все в совокупности. В описи там. Я отвечу. Я прочитаю. Конечно. В описи коммерции стремлюсь в сад руководителя. А вы знаете, между куплей и продажей торгается грех. Если сам шелис он вырос и теперь сдал, здесь нет купли. А вот купли и продажи, коммерция, это купеческая жизнь, она может оказать им духовность. Выдавшись, сурово на себя взглянусь, то есть там, делали ли так, не вырабатывал ничего, 20 центов по дням. Ну, такое. коммерция. Быть руководителем это надо быть чистым. Если по-настоящему быть руководителем это ты рассыпешься. Еще не будет. А настроиться все на обмане. Если члены у него будут православные, то может быть еще что-то будет. Я бы допустил мое мнение, если он у нас обещание, что приложить все сил и не потерять с нами связь. Быть на занятиях. Вы все будете знать. Я обещаю, Игнатий Павлович. Еще не верю. Ну, говорит, обещаю. Я верю, я верю, но я ему верю. Ну, это понятно, у него глаза почти честные. Я воздерживаюсь голосовать, но допустил бы. Ну, я воздерживаюсь. Дело в том, что он в церкви все время, понятно, ну, он молодой человек. Я сегодня серьезно разговор был. Я воздерживаюсь тоже. Я тоже воздерживаюсь. Вы все так и напиши. Потому что тут столько много вопросов. Шай, батюшка, он не бойся смотреть на наши нули. Да, нет. Он сам прозрительный священник. Я из Америки возвращаюсь, и тут вот саманный какой-то мужик. Я говорю, батюшка, а кто это? А это подполковник милиции здесь. И мне говорит, очень нехороший человек. И дальше получается такое, он начал клепать, писать. У нас там в летном училище было занятие. И когда размонтировали, в милицейский институт сделали, и много получил я шинели, гимнастеров, там все такое, китик, китилей где-то. Они образовали особую команду с погонами, это против советской власти. совершенно решенная рассудка. Ему никто и не верит. Он клепал и клепал на нас. Батюшка сразу с первого дня и когда он ему и говорит, нехороший человек. Вот какое дело. Даже характеристики не дайте встать. Хорошо. Следующий. Иван. Крис, Торчук, Иван. Крис, Торчук, Иван. Нет, он не готов. А не готов? Это кто решил? Он сам решил. А где он? Ему сколько лет? 13. 13 лет. Это с матерью приехал Иван. Да, Агнен. Мы вчера сказали, что ему надо в принципе креститься. Он отказался. Он говорит, я не готов. Он на самом деле не готов. Искренное случение. Он вообще работал у вас. Он не готов, я подтвержу. Он не понимает. Он еще ничего не понимает. Он всего боится. Он всего боится. Боится общения. Он собирается из города. Позвольте, я его дожду. Я гляжу, он идет туда. Я говорю, ты куда идешь? А вот туда, в тот домик. Я говорю, а с кем ты приехал? С мамой. А отец где? Отец сгорел. Сгорел, бывает, пьет еще. Сгорел так. Ну, мать, она сидит здесь. Вот она. Так, вы мать будете? Да. И я стал с ним разговаривать. Страшное дело. В уши, его отец, майор милиции. И где-то он боролся, как я понял, с находительцами. И они его где-то там подкараули и сожгли в доме. Поэтому этот мальчик просто требует особого внимания к нему. Что он пережил? Что жена пережила? Тут просто трафарета нельзя так. И я не готов еще с ним поговорить сегодня-завтра. Завтра может не быть этого момента. Я, допустим, здесь, дабы, плюс дал, чтобы он покрестился. Родители крестятся. Ну, понятно. Такую трагедию пережить, я не знаю, я с матерью стал молиться, Андрей с вами, верующий, верующий. Я слабый стал, сразу постеренный. Услыши, Господи. Вот, про Ивана, правда, я бы плюс поставил. Поэтому поговори с ним. И убедись, завтра может не быть этого момента. Можем не увидеть, как ребенок был. Он его уже не состоит. Ясно, где у нас свет Христос у храма был. Он составит на рассмотрение матери. Обычно как? Крестился, строжил. Все до башни его. Личности в нем никакой нету, запомните. Время христианской катастрофы. Шести лет уже там менять пол. Он знает, каким-нибудь мнение какое-то свое. Мнение, личность какая-то. Никто. Они там вчера трое трепыхались, ну, никакого послушания нет. А вот так, что мы разговариваем, я охрип, вот из-за них охрип. Они тоже на себя внимание хотят обратить. Выпендриваются там. Волода там намесили вот так вот. Мы там работаем, а они им все равно. Дети, что они понимают? А все братья работают. Я говорю, смотрите, видите, братья ходят? Глаза бешеные, нырять сразу нужно. Вылезли все, говорю, гляньте, братья работают, делают, чтобы креститься. Твои же мамы тоже вырубят туда, в это болото. гляньте. кто-то появился, нет? Дальше следующее, говорю. Так, я хотел сказать пожелание. Все посты, чтобы соблюдал, соблюдал, и на занятиях у нас был. Все. Ему больше ничего нужно. Ничего, все понимает. Нельзя никак. Ну как без постов? Нет, это просто это все там надо идти. Да. Православные. Ну, поддаюсь просить. Это по городу. Мы понимаем, что Никита мы своими ищем. Это наши правила. православцы. Хоть бы написали, что Рисовчук Иван 13 лет. Вы что же? На благословительные досмотритесь. Горбулент. Горбулент. Горбулент занимается. Горбулент. 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 Давай горбулент. Нет. Мы понимали пару горбулентов. Я был против, чтобы открестился, но получилось, что он приехал. Вы разрешили, да? Я сказал Крючиславу. И дальше у меня необычная рекомендация к нему. За это время я уже узнал, он помогал. Говорит, со стульев не упадите. Какой я ему дал рекомендацию? Ежедневно пять раз в зеркало смотреть на самого себя. Смотреть на глаза. А к этому поставил вопрос. Как я отношусь по женскому лечению. Какой я был, что есть. Вот такое необычное, как совет. Почему? Мне так открыто. Я не сам придумал. Я вот там смотрел, именно по глазам я посмотрел, не Божий. А он приехал, я ему это сказал. Смотри, теперь ты на себя, я уже убеден. У тебя гнев бывает какой-то там, по женской линии. Эти вопросы стоят под зрелием. Вот а карточку старую возьми на сегодняшнюю и посмотри перемены. Интересно? Очень. Вот я ему хочу дать другое, а другого нет. Никогда никому не давал такого совета. В день, пять раз. Выдержишь? Не испугаешься? Нет. Выдержу. Он старательно, все делает как. Ну, любит так разводить этого, то есть, так, не дождешься. Да будет воля Божья выдержу, выдержу, четвертый раз поставил решение. Кувырк готов. Среднешний приспособ. Обещаешься? Пять раз в день смотреть на глаза свои вверх. Обещаю. Обещается. Это ему, сейчас, поручители его, это его глаза. А поручители кто? Глаза. А, а у тебя вообще поручители есть? Как он будет видеть, как он изменяется? Не знаю, мне вот, скажи, я так понял, что это все, что ты смог употреблять. А почек неплохой, лучше, чем у тех, которые много написали. Лучше всего, конечно, это вот печатать. Все понятно тут, глаза не портуют. Тебе не обидно, что вы такое называли? Нет. А сколько он здесь уже? Ты сколько тут? Ну, я с марта. Нет, потеряй. А, с четвертого числа. Вот с нами же. А, ты вместе, да? Ну, ведь что, никто за... Ну, могли бы здесь поручители представить. Никто не проследил, чтобы написал Канина Шумови. Получается. То есть, мы пока не хотели... Ты Великий пост соблюдал? Да. А первый раз, да? Да. Самый первый раз позапрошлым году я его... Филиппах пост знаешь? Филиппах нет. Рождественский, да? Рождественский, да. Соблюдал? Да. Вот всплыл, который... Ну, Успенский соблюдал? Успенский знаешь? Успенский. А в апреле месяце? Небольшой такой. Ты когда сообщество калибал? Я с марта... с апреля месяца... В следующем году... Значит, с калибал. Он еще... Знает такое звание. Он поступиться к нему не могли. Такое состояние было. И поэтому сейчас... Просто еще... К нему... Сейчас мы... Вытащили, на самом деле. И... Я воздержусь, но я не против. Ну, как бы... Ну, как бы... Руды ему вот так было, чтобы он едет. Вообще, я в крещении, как по речи, как бы, не шло. Да, да, да. То есть, и он говорил, да, да, да. Я как-то... Мне даже... Я считаю, что я сам достойен. Он говорил. Мне спрашивают, знаете ли молитву достойно и проще. Это все заучить можно. Главное, простите, живого общения с Богом. Живой и живым Богом у живого человека. Внимательные глаза. Ну, что-то там такое остренькое. Тоже фотографировали несколько раз. А тебе сколько? Живый парк. 42. 42. Молодо выглядит. Однозначно. Много не думал. А я пост соблюдал не так, как здесь. А ты курил, пил когда-нибудь? Все было. Все было, да? Тебя Господь вытаскивает просто. Ты уже труд должен быть. У тебя вот до этого места уже черепушка просто. Ну, череп, знаешь, череп у вагнеровцев. А вот борода уже тебя делает уже одним человеком. И у него один из плюс. За год он ни одно замечание в группе. То есть я говорил, тут молчи, и он все молчит. Это делает, делает. У него нет ни одного замечания. Упор. Да, упор. То есть... Послушание. Упор нет. Послушание. Послушание. Да, просто статусный. Страна Богу, Боже, за. То есть надо приехать, и надо там какие-то подлески. Так я воздерживаюсь. Вы свое поставки не станете. Я тоже, конечно. Конечно, воздерживаюсь, но он мне нравится. Он не единственный, кто под водой очень долго держит. Я же вам... Сейчас, я вам момент один добавлю. Дело такое. Мы купили ему билеты, и все. Игнатик почему отказал? Сразу же. Мы ему... То есть мы сразу же... Мы сразу же сдали билеты. Сразу же сдали билеты. И он сразу сомневился с этим. Мы поблагодарим. Даже нисколько. Но говорит, я, конечно, очень хочу. И вот эту мою реакцию, видя, как он отреагировал, то, что сразу билеты все сдали. И потом еще там несколько действий сделал. И мы уже второй раз купили. Игнатик уже разрешил. Он работал тут у Владимира в фундаменте, потому что там дьявол что-то. Очень медлительный. Очень медлительный. Но на работе, если бы я был проразу, я бы его до обеда только продержал. До свидания. Если больше не стоял с другими. Больше никого подходит, поворачивается, смотришь. Ну и я. А Господь как избирает? А нас по всех... Иуда ты избрал и пытался его долго-долго... Я просто ему говорю, что я работал с людьми. У меня 250 человек, 6 объектов. И в каждом процентовка должна быть, потому что это зеки. Раньше было так. Если 102% выработал, они считаются за трех. А если 121%, день отсидел, тройка засчитывается. И поэтому он тебе топор решили, а сам еще не сделал. Он сказал, что он плохо учился тоже. Это все... Я сказал, я не против, но воздерживаюсь. Ну, это понятно, что я сделал первый шаг к Господу городу. Да, конечно, как он сразу согласился, и билет сдать, это сегодня даже этого не могут сделать. Почерк показывает, что имеет старания. Да, он старается, почерк, что я вижу, хороший. Почему только не ответил на все вопросы, может быть, это бы я подвигло, мое сердце. А как ничего не отвечал, и... А с одной стороны, вот человек, который пил, курил, ничего не знает, с другой стороны, брат Юрий, ну, может быть, будущий брат, юрист. Ну, видно, что семь пядей волков. И тоже ничего не написал. Ну, понятно, что это по разным причинам не написали. Это огромное самомнение. Здесь человек просто, ну, не знает, что... Не знает, кажется, он урает. Говорит, посмотрел один студент к мощам Сергия Радостова, там где-то приложился. Я у него его глаза убирал. Ну, да, да. Так что глаза, это зверху, нарушил. Все, и сестры сейчас, да? Да, сейчас начинается сестры. Калининкина, Рим, Марино, звать, я не знаю, Марино. У вас крещение есть какое-то, да? Марино. Погружения нету, а есть мочение, да? И в мочении вы Марино. И вас тут все называют Рима. Марино. Марино. Рима, это мужское имя, вы знаете? А тогда зачем Рима? Надо было написать Марино, а наоборот написать Рима. Потому что для нас главное, что... Ну, возраст вы не скажете, потому что женщины не говорят, да? Ну, я так не вижу просто эту речь. Дозраст заявлений. А, возраст заявлений. А, возраст заявлений. Да. Значит, Марино, вы еще говорили. А перевод, знаете, слова? Сморскай. Сморскай. Мариневск был такой. Потопил больше всех людей войны. Да, да, да. Простите, как сюда пришла, почему Крещение хочет привести. Еще, я не надеюсь. Ну, немного уже тут немного осталось. Тем более, то сестры уже в возрасте, и понятно, они понимают больше, чем молодежь. Уж они не написали, что они участвуют в похоронах. Переверните листочек. Первый. А-а-а. У вас почек такой же, как у меня. Вы в институте не учились? Нет. В институте. Учились. Ну, понятно. Кто-то спортили все печать. Наклоны. Пока вы читаете, я сразу скажу, я за, чтобы ее крестили. И спасали. Слово «настоящий» жизнью потеряете, не надо в кавычки ставить. Настоящий. Ну, конечно, какие-то. Это значит настоящий, то есть... Настоящий. То есть, как приехали наблюдатели, чтобы потом сказать... И в своем храме уже на русском языке псалтырь читают. И Евангелие. Да-да, вот они прямо это читают. И Евангелие, и Апостол. И Тюремие. Так, если не трать время даже. Она уже достойная. Аксио. А есть поручители? Это не поручители. Наталья Ивсатая. Наталья Ивсатая. Анатолия получается. Так, пострика Писуса. А молочко там не попускают? Нет. Нет? Вообще никогда не слышали, что священники попускают молочко? Священник наш говорил в Успенский пост. Вы все больные, ешьте сало. Весь Успенский. Но я это не делаю. А другим-то говорите, что держат? Ешьте сало. Это самое главное. Другим говорите. Да благословит Господь вас. Вам, священником, надо быть. Вы знаете, меня Господь поставил, ну я не скажу настоятелем, но руководителем как раз над священниками. А наша форма вот эта на голове вам нравится? Да. Так, на Божьей Матери посмотрите, Антагадет. Да. Она обещается быть живым священником. А смерть и воскресенье Христа. Плюс. А, мужа нет. Мой плюс. Плюс. Давно? У меня два мужа. Первый муж. Нет, я имею в виду. Очень давно. Я имею в виду последнего, конечно. Четыре года назад. Четыре года назад. И сетуете, на макюху ходите, слезы льете? Верующий был, нет? Слезы лью, молюсь каждый день. Каждый день. И он ко мне во сне, конечно, приходил. Я говорю, я не верю в это. Но он сказал, что я пока вот здесь. А где он вот здесь? В чистилище где-то? Да, в чистилище. Через полгода он пришел во сне еще раз ко мне и сказал, я захожу в белую хату. И он сидит на белой кровати, хорошо чистой. И говорит, теперь я вот здесь. Но вы в это не верите. Ну, я в это не верю. Давай, что я учу. Вы в это не верите. Хорошо. Так, идите. А это, слезы написано, в слое Божьем написано. Если верующий человек, то, ну, воздохнул, когда он умер, там, и все, забудь. А когда, если не верующий, плачь о нем всю жизнь. Неверующий. А если он не верующий, то он в аду будет уже. Все, какие белые хаты? Да, да. Три епископа хотели делать игумений. Прямо приказывали. Представляешь, что это? Какие уникальные у нас люди. Они вас хотели священникам делать. Так отпусти его, что они здесь. Думаете, что ничего не надо, да? Ну, смотрите. Да ничего не надо. Меня познакомиться просто. Все, да. Ну, ладно, все. Все, я тоже плюс. Хорошо, уговорили. Тем более, солдаты на русском языке в храме. И через вас это священники, не знаю, они даже сейчас вон там елой где-то крутятся, вас нету, радуются. Наконец-то на циклоне славянском начитаются, пока я не верю. Видели ли я? Вот это не хирующий. Анаи, 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 у нас свет анаи есть. Она прислала нам лампу. Видать, что я... А смотрите, на бредке где будете. Деворы? Деворы. А, она Девору. Девора. И выкрала? Господь нашел? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, ну это Господь. Чтобы вы знали, так... Моя чертовая-то. Не чертовая. Это небесная. Уже все промо-то обитают. Кационарность такая. Армянка. Армянка. Армяне. Армяне, не христиане. Должны братья. Да. Самое первое государство армянское было. И гоняли их по полной программе. Пока русские не защитили. Она нигде не противоречит ничего. Русские защитили. Претензий вообще никаких нет. И она еще ведущая. Маликви там ведет и помогает. Да, она не просто делами помогает. Лампу прислала нам, чтобы у меня зрение было слое. Чтобы я... Я назвал это Света Маих. Я говорю, Свет дайте. А никто не понимает. Я говорю, Света Маих. И так у нас эта лампа теперь называется Света Маих. Нет, на лампу садится. Ну, а мы тоже с ней беседовали. Я ничего не могу сказать. Плюс мой. Плохого оставить. Плюс оставить, конечно. Да, вопрос оставить, конечно. Слово все. А с вами. Да. Не занимай меня с ним. Никифорова Надежда. Писал, как читает сочинение. Ай-яй-яй. Даже не за русским народом. Да. Заявление есть и написала она у сочинения. Вы преподаватель? Кто по первому вопросу? Это первую А. А кто вы? Готовая благовестная. Я закончила курсы сестер милосердия, и я учусь на леденских курсах. Курсы сестер милосердия закончила, и на леденских курсах леденских курсов. А вы посчитали, сколько местописаний вы привели здесь? На первый вопрос отвечаю. Два, два, три. Три. Так, я не спросила. Заболи или нет? Нет, я разведена. Да, легче. Врать попался. Разведена. А собираетесь еще? Ну, как он у меня живой. У меня муж-то живой, он женился. Вы сказали, что ты висел. Я развелась. Он же живой? Ну, он живой. Он же не умер. Он не умер. Венчанный брак был? Он женился, да. А, у вас венчанный брак, он женился, что-то понятно. То есть в Арктике никак, да? Уже все. Будете ждать, кто нам помрет? Погоните. Ну, 51 год. Ну, 51 год. Вы знаете, когда женщина нужна до такой степени, что там запрещается ей выходить? Как называется она, эта женщина? Которая в каком возрасте? И она вот в брак начала вступить, а ей церковь говорит, ты вот такая. Знаете это слово? Какая? У нее во сколько лет? Во сколько лет? В 60. В 60 уже. И как она называется? Рассверепевшая называется она. Православная церковь вот такое слово. Сверепевшая. Рассверепевшая. Рассверепевшая это значит 45, баба ягодка опять, а 60 оказывается тоже уже бабка ягодка опять получается. Но нет ее, это рассверепевшая тут. Глотает, как ритослица, горячий воздух, платья киевство. Она говорит, если бы она к нам не попала, с неба, наверное, это могло произойти. А вы видите? Так что она. Никакое не слое. Это могло с неба произойти, если бы она не стала. В перспективе. В перспективе. Понятно, откуда вы. Ну, вы слушали здесь сколько уже прошли людей. Вот, Игнатиныч, вы будете беседовать? Нет, не буду. А вы уже беседовали с ней, да? Она все слова отвечает правильно, тем более она... Пусть Катя Ткаченко и друзья, у меня отношения ласковые. У нее получитель Ткаченко. Мы с ней 4 года общаемся. 4 года она вместе общаемся. У меня Катя очень близкая такие общения. И Ольга Матин. И Ольга Матин еще поручитель. Ольга Матин еще поручитель. Ольга Матин и Екатерин Ткаченко. А часто ли все были с ней? У нас проходили занятия 2 месяца и 6 дней в неделю. Она на некоторых участвовала в этих занятиях, присутствовала, но сдавала экзамены в этот момент. Не на всех была. Готовила доклады. Я бы хотела задать ей вопрос. Сейчас присутствует церковь наша. Насчет лотка и насчет танца. Как мне было бы исходить? Танца? Ну да, отношения к танцу. Я ходила танцевать, училась танцевать. В каком году? В танго. Ну вот в прошлом году ходила. Несколько занятий у меня было. И с кем с вами кем вы танцевали? Ну, одни сначала начала, одни учат, а потом пары у меня не было. Ну, я не нашла, почему-то. Это не было. А почему я нашла? Ну, и нашла. 51 год. Сначала не нашла. 51 год. Насталась чутка, немножко до развития жизни. Дальше не было. И красились, конечно, да? Нет, я давно не красусь. Как развивалась, так и все. Не до этого просто. Ага. Ну, а если будет до этого? Сейчас вы крестите там? Уже не хочется. Сейчас креститесь, у нас управление в лече. Если вам даст дыхание жизни, и вы полетели уже на этот. Самбо будете это называть. Вот что там там это какое-то? Или салсис, там какие-то они сейчас крутят, как задница. Лопада. Нет, это уже устали. Нет, я не знаю. Платки, платок, я не знаю. Какие-то, 51 год танцев. Платки, я дома хожу, все равно в платке. И я приду на работу в платке. У меня есть опыт. А, вы можете дома заниматься танцами, это гимнастика называется. Вот это очень приветствуется. А потом, вот как она идёт. Жрук, на кухне. Жрук, там по хозяйству где-то. Вот это нормально. Да, и крутитесь там, как белка в колесях. А посты как у вас? Она давно уже, Ольга, сестра уже, как говорится, маститра и указана. Как ты? Не против? У меня еще не против. Игнатий, не против? А, нет. Крещение не против? Нет, не против. Я тоже плюс поставлю, мне понравилось. Только что мне раз ее пела. А не танцевала? Да. Нет, пускай дома-то гимнастикой занимается. Гимнастика будет заниматься. Спортивные упражнения малополезные. Следующий у нас Безрукова, Татьяна. Все, да. Володя Пащенко, твоя медсестра. А то про то ремонт, конечно. Да? А, Володя, что ты мне забыл сказать? Я-то ее увидел на фотографии. Ну, пообщаешься. Безрукова, Татьяна Губинзина, 47 лет. С города Артемовского. Разведена. Ну, я так понимаю, что разведать больше не будешь. Нет. С Божьей помощью. Слово Божьим. Занимаюсь уже два года. Погромьте только. С братом Владимиром. Поручитель у меня второй, Ольга Матина. Волга подошла осознательно. То есть, Бог живой. И он не зря меня избрал. Илья Заб. Илья Заб. Илья Заб. С Божьей. Мы с братом все время соблюдаем посты. Илья Заб. Мы с братом все время соблюдаем посты и обряды. То, что он мне не сказал. А мне жить еще постно. Денег все время. Завод карбацел, фасовщик, упаковщик, да, фасовник, лей как раз, да. А сын бы христа верует, что христа? Да, да, да. Если я, когда начала заниматься сволодей, то есть, ну, слава Божьим, я ему сказала, Бог все видит. И он сразу так, раз, это, ну, так-то у меня домовой мальчик какой-то, неплохой, послушный, вот. И вот на него заболел зуб, а время вечер, она у нас не работает, и я ему говорю, да ты попроси Боженька, и поблагодари его за это. Бога, в следующий раз, не надо, Боженька все забудьте, забудьте это словно. Ну, понятно, что я не прав, не прав. Бог, Библия не книжка, книга. Попроси Иисуса, ты сейчас, говорю, чтобы он дал тебе, чтобы у тебя зуб успокоился, и на утро, говорю, чтобы, ну, ты поспал хорошо до утра, чтобы мы съездили в больницу и удалили. Помолись, говорю, ну, своими сонами. Можно было не удалять, может. Вот, ну, он все еще сделал, и он там встал, он говорит, мама, это работает, я говорю, это Господь видит, говорю. Сын помолился к Христу, чтобы зуб прошел, и зуб прошел. И скажи, это работает, он сказал. Это работает, говорит. А у Саверии приехал, раздолол, говорит, вот только о ком-то вошли, у меня попало, и зубы не болят. Это мусульман, жена мулы. А у людей, которые строили, и туча шла, они крышу делают. И позвонили вам, и говорят, помолитесь. Помолились, они говорят, туча, говорит, стороной прошла, все, крышу доделали, все, потом дождь пошел. Это Савтисон, когда принимали крещение. Прямо развеялся, там, какая дыра, какая в небе. Крещение прошло, опять сошлись. Такое чудо было, так, я думаю, как, как дождь сейчас вылезает. Да, да, прохождение было, я рассказывал братьям тоже. Она, представлено, откуда приехала? С Свердловской области, город Артемовский. Два года привезла мне шарпки. Дорогой поедой кормилой. Нет, белый, это почтовый. Такого подарка мне никто не делал. Никогда она не была. Ну, товарищи. Я за вас. Ну, конечно, я тоже. Я брат Владимира знаю, он давно собеседовал с ним. Я, можно сказать, с самого начала знал, когда в вашей руке происходила перемена и так далее, я так удивлялся. Это все потому, что брат правил. Ну, я сказал. Мы раньше были с ним, с ним, с ним, с ним, с ним вместе. И когда он ехал, конечно, это, то есть Андрей Снегиряник. Вы еще по возрасту туда посходили. Да, мне 47 лет. Ну, да, да, понятно. И когда вот он его увез сюда, конечно, мне стало плохо без него, без его поддержки. Но, однако, вас Христос не оставил. Да, да, да. Господь нас все равно свел. Может, прямо сейчас она ходит за сыном? Прямо сейчас сходите за сыном. А, не Лонцова, да? Шелонцева. Шелонцева. Вот, кто это такой? Шелонцева. Ой. Шелонцева. Шелонцева, не Ши. Е. А Шелонцева. Шелонцева, Дмитрия Васильевна, 60-х. Разные регионы. 62-х. Я приехала с Татарстана, с Нижнекамска. Это наша, Татар. Татар, Чувашка. Тоже из мусульманного, да? Нет, из Чувашки. Не мусульмане? Нет. А христиане? Язычники. А, даже еще язычники. Язычники, да. Папа был крещённый, а мама была не крещённая. Но росла с мамой, мама постоянно... Но при маме, когда мама была маленькая, при ней была её тётушка, тётушка из язычников, но была крещённая. Это и года были эти, 35-е, 36-е года. Вот. И мама моя без слова Бог никогда никакое дело не начинала. Всегда она... Ну, и меня всегда я говорю, вот так сделай. Она говорит, так ты говори. Надо сначала сказать, как Бог даст. Не давай обещаний. Как Бог даст. И вот благословение Бога, она начинала все свои дела, мама. И вот как-то вот через маму, хоть мама была не крещённая, я вот, в общем-то, начинала с моей вот этой веры в Бога. И хочу сказать, что по поводу крещения я крестилась в мочении в 90-х годах, когда повально открылись все храмы, церкви, когда люди повально пошли в храм креститься. Я крестился в мочении. Якобы крестился. Да, да. Вот. И, в общем-то, мы там были человек 50, в кругу стояли, нас обливали просто вот так вот, и брызгали кисточкой, крапили, да, нас водой, потому что было народу очень много в одном кругу мужчин и женщины стояли. Вот приняла я такое якобы крещение. Но тут какое-то время, лет 10 тому назад, мне попались ролики Игнатия Тихоновича, и, в принципе, 10 лет тому назад я прошла мимо них, они меня не тронули. А вот 5 лет тому назад я на них остановилась, стала их постоянно слушать, смотреть. И у меня было большое желание, конечно, сюда приехать, лично повстречаться, пообщаться, именно вот прикоснуться ко всему, что у вас тут. И как-то вот все собиралось, и думаю, Господи, продли жизнь Игнатия Тихоновича, чтобы у меня была возможность сюда приехать. Павел, заходи быстрее. По вашему поведению продлил Господь. Да, и где-то месяц, может быть, 2 лет тому назад, мы с моей духовной сестрой Мариной общались. Я говорю, вот, я смотрю такие ролики. Она заинтересовалась и говорит, давай поедем. И вот мы с ней вместе решили сюда к вам приехать. И Игнатий, тут же позвонили Игнатий Тихоновичу, как-то Господь открыл тот же первый звонок, он говорит, звоните Вячеславу, Вячеслав покупает билеты. И буквально одним днем вопрос решился, и звонок Игнатий Тихоновичу, и покупка билетов сюда. И потом я своей этой радостью решила поделиться с сыном. Я говорю, Никита, я говорю, собралась ехать к Игнатий Тихоновичу. Ну, пока мы, значит, поступили в группу оглашенных, и Никита, значит, у меня молчит, мой сын. И потом я говорю, Никита, почему ты не интересуешься, куда мама твоя собралась, чем хочу заниматься. Он говорит, ну ладно, мам, что ты это самое. И потом какое-то время он зашел в интернет, в гугл, и звонит мне, говорит, мама, ты что, куда там собралась, о чем ты думаешь? Я со слезами, значит, плакала, позвонила своей духовной сестре, что сын меня не поддерживает в моей поездке. В расстроенное чувство позвонил Игнатий Тихоновичу. Говорит, Игнатий Тихонович, пожалуйста, помолитесь, чтобы осмягчило сердце сына моего. Так, подождите, давайте вы себе потом плакать будете осветить. Да, и потом, значит, Игнатий Тихонович, разговор был недолгий, Игнатий Тихонович помолился, и через неделю сын звонит и говорит, мам, я знаю, что ты же, что ты у меня женщина не глупая, я тебя благословляю. Даже такое сказало слово, благословляю. А сыне? А сыне, что он меня благословил на поездку. А что вы так долго об этом сыне своем говорите? Дайте о себе, а? О себе. Он уберющий вас или что? Ну, он ходит в храм, чудо такое. Да. Я что-то чудо для меня. Простите. Да. Вы, вообще-то, вас он благословил сейчас. Вы на занятия ходите с мая. Вы его должны благословлять давно уже. И так благословлять, чтобы он вот такое трусило его уже. Страх, какожий-то, если у него ходит, он в храм, курит. Курит. Отлично. Пьет. Выпивает. Великолепно. Благословил. Все. Вы благословите его, потому что вы не курите, не пьете. Вам 62 года. Мужа у вас нет, я понял. Мужи нету. И не будет уже, потому что вы рассветившие будете. Я не собиралась. Я, слава Богу, 20 лет без мужа и знаю, что это предподействие. И Боже упаси. Предподействие. Да нет, это не предподействие. Приживую. Так и приживую. Замужем. Да. Вы, подождите, не плачьте о сыне своем. Вы, да, плакать надо будет. Вы сначала сами креститесь, потом будете плакать о нем. Тогда вы прямо с крещения выходите, и прямо, чтобы вы мокрые были, не просыхали. Вот, тогда плачете уже. Сын, 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 сын. Вот я понимаю. Сын, потому что у меня мужчина в доме, я сын. Вы о себе, пожалуйста. Думайте. Вы идете ко Христу. Ваша душа. Ваша душа песен Христу должна восхитить. А вы не успели сами креститься, а о сыне плачете, все, плачете. Ну, может быть, у вас пророчество Игорь Дарь есть, я не знаю, может, вы уже знаете, что креститесь. Из-за сына могут быть конфликты. Мать обвиняет церковь в гибели сына. Как? В церковь не пошла бы, я бы в Алаве рядом, он в левотере засвернулся, а я бы перевернула его, все было по-другому. А вот церковь пошла, и сына потеряла. Вот и все. А теперь как отпеть? Замужем мы были в беззаконном браке. Не венчанном браке, а вы в беззаконном браке. Ну, то есть вы регистрировали были. В государственном. А, да. Это не так, беззаконно все равно. По-государственному, по-мерски. Понятно. Тут самое главное, это в чем, почему этот вопрос задается. Когда есть время у человека еще, вот эти вот там всякие, по возрасту, до 60 лет, у женщины, у мужчин нет ограничений в возрасте, когда жениться. Господь не ограничил. То, что мы должны исполнить, это закон и все. Поэтому мы здесь напоминаем сразу. И не просто так напоминаем, мы различные были. У нас уходил, только крестилось, и уже в шланах ходит по Барнаулу, а потом, а что, крашеная. И уже потом, на следующий месяц, под ручкой с мужиком, а ей там за 65 было. Ну, помните эти случаи эти. Все и было у нас. Все здесь было. Поэтому мы сразу предупреждаем вас. Предупреждания я был пока 20 лет, слава Богу. Не думал даже об этом. Очень хорошо. Да, а то вот Садама так сделает, что так загорится у меня там. Тогда крест-чурно заводит крест. Верно мой брат. Ну, это мне раньше надо было. Я не могу почерк расчитать у меня. Вот такие квадратные какие-то. Я ничего не могу. У нас тут оставит, хорошо понимаете. Такой котик. Ну, я вижу, что он нас на прием. Ну, мы я... Я... У нее еще такой особый такой... Александр Блатцов привез. Они же недалеко от Александра. А, Марина. Где Марина? Марина, это вот. Леписков с ней. А, это... Подожди. Вы с ней вместе... А где я вместе? В Татарстане? Мы в одном городе живем на одной улице. А, это вы про нее говорили? Да, да, да. Как это? Кто-то стоял здесь. Понятно все. Игнать, я начну. Я думаю, когда бы отпустить. Ну, ладно, я тоже думаю. Когда бы все эти ошибки... Да, я по глазам вижу, что она не будет рассерепевшая. Самое главное. А о сыне плачьте. Еще как. О неверующем плачьте. У вас алкоголик и табакура, это нечестивец. Понятно? Благословил вас табакура, нечестивец. Ну, сказал, благословил. Мало ли что. Он сказал. Они сейчас вот так, пушку вот так дергают. Бу-бу-ум. И благословили, господи. Бу-бу-ум. Туда полетел вот такой снаряд. Нет, еще... Благословили тоже. Нет, еще хочу... Можно слово добавить. Он мне на Новый год подарил телефон. Сын. А у меня есть старый телефон. Смартфон. Я говорю, сын, зачем ты тратишь лишние деньги? Я говорю, мне он не нужен. Он говорит, мама, чтоб ты его открыла и оформила этот телефон. Я говорю, ладно. После, говорю, Пасхи, после, я, Александр, 16 апреля, я говорю, я его открою. И 16 апреля... Проще скажите, пожалуйста, проще. Проще, проще хочу сказать. Ну, что вы получите? То, что благодаря этому телефону я попала на скайп. Если бы не было этого телефона, я бы не могла пользоваться скайпом. Все. Поэтому тут тоже какой-то промысел я вижу. Вы понимаете? Ну, правильно. Все. Абсолютно. Все понятно. Конечно, он ваш сын. Выдал свое плакание о нем. Он неверный Богу. Уткина, да? Надежда. Простите, если Шеришин сказал. Да, нормально все. Мы уже мало надевали. Просто люди же и дальше. Еще надо косить, все выкосить, надо приготовить. Заявление. Это тут я тетрадь, да, написал. Прямо всю свою жизнь. Прямо всю свою жизнь. Да. А я тетрадь. Стопопоповедей Игнатихныч. Игнатихныч говорит проповедь, а вы местописаниями. А, когда он читает, вы записываете и проверяете, да? Работает. Работает. Ну, это как бы для тебя вы оставьте, конечно. Это да. Пример за других. Да, что пример отличный. Ничего себе. Ну, а тут я написала просто вся жизнь. От рождения. Ну, ничего себе. А почерк у вас хорошая. Почерк у вас хорошая. Даже лучше, чем... Сейчас он придет... Вы говорите? С Алифтиной. Коротко о том, что вы тут написали. Ну, что... Как вы... Как вы веровали, только коротко. С 30 лет. С 30 лет я уверовала по болезни. Ну, и в сектах я никаких не была. Детей я старалась воспитать так же. Трою детей у меня. И с мужем я 50 лет живет. Ну, он вас не притесняет, ничего. Сам не верует, да? Нет, он со мной на всех молитвах бывает, на собраниях, борода у него. Ну, он не греченый, да? Ну, как вот и... Ну, пока он не согласился, он не ехал. Он побоялся тут не выдержать тоже, работать. Вот, вот, то есть вы понимаете, что такое ходила к бабкам. Да, это все наше дело. Чумаха, ой-ой-ой. Сиденью телевизора стали. Да, я кей-то работаю. Да, ну, это было давно-давно. Венчаной мою в 94-м году. Вас интересует мой накат? Интересует. В нее не ложитесь спать. Если вы вставшись, к стенке вот так вот возьми, подушки подложите от себя, чтобы вот так было. Потому что это вредит здоровье. Всегда перекрестить, Господи, как угодно тебе. С сосном надо быть аккуратным. Третью часть отдавать сну. Я забунтовал в свое время. И сон ушел у меня. И в 20 часа в сутки садо ходится. Днем с умом, а ночью при работе. Переплетаю. И все. И визар, в который... Вознамер был 3,6 кг всего. Ньютон, 2,5 кг. У вас перелом был? Шейку бедра сломали, что ли? Ну вот я хожу почти как у... Нет, у меня не перелом. У меня много грыж там. У меня много. Кнопка на улице сверху. Вот это не перелом. А сколько вы в занятиях там участвуете? Все достаточно. Я вообще на ваших каналах пересоединю мне Николаю Четвертым. Спасибо, Кристо. Слава, есть кастрю. Все старалась отовсюду. Эти камешки, масло, воду, платочки, четки. Отовсюду возить. Икон мне в одной комнате ввести около 200 кг. Ну, теперь я это все поняла. Меня никуда не тянет. И вообще никуда не много было под рук. Вот. Я им это все благословала. Они купили Феофилата Болгарского. Но читать забывали. И сказали. Больше не говорили ничего. И теперь я одна. Ну, ходим в церковь. Не сработали. Не сработали. Ну, а так уже... А так уже... Это когда-то твой муж. Пусть он что-то еще не принимает. Да, не, но он с ней ходит. Ясно, что она его ведет. Не всегда. У меня еще такой очень интересный. И тут я все стараюсь записать, чтобы ему-то рассказать это все. Ну, я вот сейчас смотрю. Люди немногие смотрят. Тут пишут, что они на занятиях бывают. И знакомлюсь. И понимаю, почему вы молчите. Я-то стараюсь разбудить вас. Получается, с точностью, да, наоборот. Рахим так вот запиял. Веревки моего ума не могут достигнуть колоться твоей мудростью. Будь ты пил. Ну и что вы скажете? Я думаю, надо крестить. Я думаю, что соблюдать то, что не превратилось в Раиса в Ленинграде. Прямо слою. Да как она променула Раиса уже все. В смысле не ослепла? Да? Не ослепла, в смысле? Ну, Раиса, основную характеристику, скажите. Вы знаете, как вы ее делали. Она все решила. Ну, то, что она от нас от Кухарьевна. Кухарьевна, она уже. А, ну. Здоровье, в общем, будет частичное. Лишний вес не бросить. Каждый день надо осторожнее ставить. Я последний день верю. Вы не зато, что день рождения. А что день рождения? Так важно для вас. День рождения. Я день рождения с 15-летним соблюдаю вообще. Завод сколько мне рождения. Если бы это в день именины были, крещение день рождения получается. А, ну, как бы тут чудо такое. Да. Именно в субботу получилось. Ну, это проще, мы проще бросим просто ответить на 11 вопросов, поставленных. Вы здесь не отвечаете. Ну, кое-что можно, конечно, из вашей жизни взять. Я знаю, что так истечит. Да, но я не буду так совершенно. Видно, что человек старается. 67 лет, ты говоришь. Все, вернулись. Я на то, что было так, что подумал, если бы человек не нападал, что поменяется, отказался от включения. Все, не буду больше нырять. Болото там сам сделал, теперь сами туда погружайте. Я что-то там прыгал по этой тине, вот так вот все этими клубами, тучами, воняло там все этой тиной. А теперь давайте идите вы туда погружайтесь, а я не пойду. Все грязно. Вот так вот все нырял, у него такая грязь вот тут. А ты как поднимаешься, они туда лицом стыкаются, у него такая грязь. Я его вытер, вот так вот. Грызь еще. Это каждый день, когда купаешься, сколько раз перекупался, теперь не хочет выжиматься. Да, конечно, хочет. Ничего себе, сейчас там 4-й, там можно сходить так легко. От матери зависит. Он сказал, что будет. Этот момент может никогда не повториться. Батюшка уже немощная. Хорову дуешь? Я с матерью в церкви. Хорову дуешь? Нет, он городской. Нет, у нас нет коров. Нет, мы сейчас в квартире живем. Углем только здесь? Нет, почему? А центальное отопление. А центальное? А чем он занимается послушно-то? Чем? Посуду моет? Все, работаю домашнее. А полы умеешь? Уметь вот так вот? Наклонился и в церкви. Уметь, да? Полы, пыль, пылесосик. Даже с яичницей готовил. Ну, в кост яичницу не знаю. Нет, я имею в виду, что... А он пастился? Да. Так он не нравится паститься? Кашу наоборот. Честный парень. Чувствуется по глазам. Вообще честный. Девырый сказал, конечно, нравится. Посмотрел ли неправильно. Ну, молодец. Видно, что он будущий правоохранитель. Ну, и все тогда, что мы пишем. Вот, сейчас скажу, где он. Крис Топчук Иван, да? Да. 13 лет. Ставим тебе два плюсика. Когда крещение... Готов, да? Грузиться? Молодец. Прошу. Вместе с мамой. Очень послушный. Вадим. Вот не послушаем, прошу. Когда он принял крещение, ему это сильно полезно. Намного умнее сам был. Ну, что вы играли там и достроили. Вот и самый правильный путь будет покаяния. Так что, не отставай. Это он тебя научил. Это живой человек, живой человек, живой человек считает. Как раз. Господь его просто обидел и доставляет. И будете свидетелями в школе, рассказывать о Христе. И Господь вас на руках принесет. И это правда. Вот это правда и истина. Он там плавает часами. Ну, не купаться лежит, я не купаться. Я пришел плавать. Рукав отоби. Заходит он непроточный. Но самое еще какие-то едва растаять. Уже плавает. Что ты делал? Двигаться много? Да. Двигаться. Так, пожелал или не пожелал? Значит, батюшку представить надо было. Не, он уже, осмысленно уже пожелал. Да. Ну, батюшку подойти. Ну, ребят, с просонья встал что-то. Мне еще не в руку было. Прошел его. Ну, как будет. А вы были тут? Нет еще. И вы начали. Говорина любовь. Кто еще? Говорина. Говорина. И остается Яшина. 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 Странция. А, не видно, что в Транции. Честно. Глаза русские. Ну, можете сюда сесть ближе. Довольно. Говорина. Довольно. А уже гадка маленькая. Лемезарабля. Переведите. Лемезарабля. Лемезарабля. Ладно. Согрю их место. Лемезарабля. И какой перевод? Лемезарабля. Да, мы же любовь. Вы готовьтесь? Вот здесь заявление. Здесь все по порядку. И? Лемезарабля. Лемезарабля. Не надо. Катарвей дезвей. Катарвей дезвей. Больше на немецкий похож, да? Катарвей. Это памятник. Это вы французский занимаетесь? У них такой у них. По-русски скажите по-русски. 98. 98. Катарвей дезвей. Катарвей дезвей. Ну да, немножко не так. Катар 4. Уэн. Катарвей. Десятка. Семь. Два восемь. Две. Десять. И убьем восемь. Вот. Это четыре слова, что 98-5. Это вот из-за этого у них варфаномеевская ночь там случилась. Что-то перепутали и вот так вот. Надо было праздновать, а не давай сбивать. Да, слишком много слов. Скажите такое. Сзади кто-то идет и разговаривает, мешает вам. Как вы ему скажете, замолчает или как? Выразите? Нет. Ну там есть, я попрошу, пожалуйста, не разговаривайте. Это нам мешает. Рассуды они культурные такие. А немец, он просто одним словом. Раз в чапли. Одно слово. Сибу, плей. Дезву. Это пожалуйста, замолчите, да? Ну, если не прекратите, то сказать, а потише. Дезву не не перечит. Скажите так, только одно слово. Грубовато. 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 Ну что? Да, да. Игнат Тихович. Вот. Не туда. Не туда. Внимание. Давайте к своей. К своей. Не к незагрубежной. К русской. К своей. Простой. Нашей. Красноярочка. Это тоже сейчас. А это наш такой сибирский юмор. Надо знать его. Вот привыкайте. Грубоватый. Вы ничего не хотите сказать? Ничего. Я только спросил вас. Сумочка вас для чего? Почти. У меня судец, судья стоит, а потом спрашивает. Вопрос один. Можно? Вы где сапоги взяли? А это целая история. Я, пока он читает, несколько минут скажу. Я в его занятии в высшем авиационном училище. Ну, их сильно трогали мои выступления. Там обращались некоторые к Богу. И офицеры идут, а там большие звания, полковники. У вас какое впечатление? Мне кажется, я не учился в этих ребятах. И дальше идут. Ну, с нами зайдите. Я зашел. Вы выпейте пиво там, это, вобла. Я им выберу. А сапоги возьмете? Я говорю, а вот полез за диван. Новые сапоги. А какой размер? 43-й. Это мой. Я студент. Я говорю, вот откуда у меня сапоги? Из-за дивана в авиационном училище. Вопрос простой. А сколько в нем заложено? Итак, самый маленький. Я подумал, что в медицинской работе они всегда с собой имеют. Там блютитрадки. Блютитрадки. Ну, ладно, я просто... Тоже юмор. У нее основное с мужем все. То есть муж неверующий, но вот отпустил, слава Богу. С мужем не будет хуже, если будете молчать. Один говорил, что самое простое, святой воды. Возьми, когда он ругается, и держи во рту, пока он кончет. Не глотай. И все, пойдет по-хорошему. С собой бутылек. Так, Елена Владыщук, ты же поручительница. Чего скажешь? Нормально, сейчас еще не расскажем. Вы его увидите по скайпу на нас, мы побеседуем с ним в службе. Игнатина, пускай она что-нибудь скажет, что-то голос услышит. Ну, чего-нибудь скажет, нормально, хотя бы. Как пришла? Она тут расписывает все, конечно. На наш сайт зарядочное все. Это лаконично можете сказать? Я очень долго искала. Я очень долго искала. Это то, когда уже прочитала. Сначала видео посмотрела, потом стала читать, и я поняла, что я нашла. И сразу же вопрос был, плоток одеть. У меня сразу же муж восстал, что я плоток одела. Но я уже одела, потом сняла, переоделась сразу в одежду. То есть приняла решение, что все, я уже нашла истину. Ну, вы были в штанах, одели платье, да? Вот так вот. Ну, конечно. Сразу же сушь обменяла и обратилась сразу. Красились, перестали, да? Перестали. Сережки сбросили, да? Сережки дали, у меня Господь снял. Цепочки, цепочки, крест повесили? Нет, нет, нет. Я с крестом повесила. Батюшка у нас сменился, и там что случилось дальше? Я уже поможил. Ну, батюшка другой пришел, он крестит обливанием тоже. Я когда подошла к нему, он одобряет обливание. Одобряет и Слово Божие приводит, да? Что, как Христос сказал, обливайтесь. Он песком сказал. А, ну, это понятно. Это не крещение. Он знает уже, батюшка, и сказал, что я поеду креститься. Потеряет кофе. Я же стояла в оглашенных. Не у них идет. Повещать, а на редкое срочное? Да, да, я прям тоже. А сколько лет? А вот как обратилась сюда? Ну, вы говорите точно. А то мы же не знаем. Год назад я сюда. Год назад? Да, да, понятно. Ну, мы знакомы с ней немного уже. Я тут ее встречал. Она телефон отключила и доехала до Барнавула. А тут кто у нас остается? Вышла на перрон и тогда решила посмотреть телефон. Видеть никого нету. Пусто. Она очень боится в тягость. Да, да, в тягость, конечно. Ну, вот в тягость и все. И мы ее вдвоем с братом прождали больше часа. За полтора часа начали звонить. Я чувствую, что что-то не то. Не могу. Начали вычислять. Ну, два было или спрятала глубоко. Но при любом раскладе телефона ее не интересует совершенно. Едет она. Ну, покаялась. Покаялась. Все. Сказала, что да, так она и есть. Я о других не думаю. Только себе. Ну, вот и пришлось ее как съесть. Все-все-все. Да, да. Кого нет еще? Главное, что она не нравится. Это говорим на любовь. А, это Яшина Нина. Вот она. Здесь, из Франции. Вы из Мецы? Ну. Из Маликултуры для Сезан. Сезан? Сезан, это на границе Лотариндии? Первый вопрос, когда я говорю Нина, Яшина, все спрашивают. Там граница, там проходили. Шампань, Ардель. Шампань, Аркель, Яшин. Да, там Мецы во Вторую мировую проходили, да? Да, да, да. Ватвик, красавчик. Да, там они летят. Вот вам об этом скажите, обязательно. Там крепость была? А, вернее, у вас, что, может быть. Вот, Яшина Нина Васильевна. Так разговаривать не пойдет. Вы и во Франции громче. Громче. Да, на два тона. Яшина Нина Васильевна приехала из Франции, из маленького города Сезан. Приход у нас находится в Мурмелон. И там я от Виктора Савченко узнала о правильном крещении. Он мне дал бумаги, отпечатал об истинном крещении. И я своему духовнику, отцу Андрею, показала эти документы и сказала, что отец Андрей, нужно креститься по-настоящему. И отец Андрей, в общем, не принял это положительно и сказал, о чем ты говоришь, ты уже крещеная. И я просто ему даю документы и говорю, отец Андрей, ну просто ознакомьтесь. И я говорю, я вот, например, сомневаюсь, как я была крещена, у меня свидетелей нет. И потом, не надо забывать, что это было безбожное время, когда нас крестили, как нас крестили. Мамы моей уже нет, мама ушла два года назад, спросить никого не могу. В общем, столько было голосов против, чтобы я крестилась. И в итоге, в итоге, я здесь. А как вы доехали-то вообще? Ну, с приключением вообще. Вы через Беломчин или через Польшу? Нет, нет, пришлось ехать через Армению. Через Армению сюда прилетели, да? Да. В Армению сначала прилетели, прилетели с Франции. Сейчас напрямую нельзя сюда попасть? Сюда прямых рейсов нет. А из Армении самолетом? Да. В Москву? Да, да, да. Ага. А оттуда поезды уже? Нет. А самолетом вы сейчас? Нет, из Парижа в Армению. Из Армению в Москву? Какой евро строили вообще? Устроили такое мучение. Капитал везли? Ну, я поручитель у нее, Игнатьев. Поручитель Елена Глыбышева. Все принимает, все послушная такая там. Из Ливана каким путем прилетали? Тонаро через Египет? Да. Через Египет. Да, тоже летели несколько раз. Почти 13, сейчас все принесли. А дальше батюшки вещи-то не снесут. Так, все, теперь я скажу вам слово. Кто готовится к отмещению, сегодня садите искупайтесь. Воды не боятся. Я забор осмотру, глаза это будет вылазить. Руки сложите вот так, правая, детская, батюшка, вот он стоит рядом. Шагнуть дальше, где есть. Батюшка там взял деревянное, а ты дальше, чтобы тебе был подогон. Вот так было будет. И во имя отца, коллеги, прийми только. И не протирай ничего. Вот начинают хвататься за батюшку, как сумасшедшие. Во имя сына, и опять. Не фырка ничего. Вдохнула. Это во имя Духа Святого. Как была, руки не убирай. Все на этом. Дальше выходишь, теперь тебя тут обиходят, сестры примут. Специальная палатка большая, военная стоит. Ну не бойтесь. У нас были такие, которые на фотографиях отобразились. Вот такие глаза, они все ушли. Другая такая, она упорная. Ну, везде противоречит. И вот как пришла она, в воду зашла, правильно. Как только ступать, у меня ноги окостенели, батюшка, не можете еще сделать. А там, да ладно, там милб, он вдавил его буквально туда. А она теперь сразу вышла. Так у меня действительно ощущение. Характер складывается. Это грань, это рубикон, через который вы переходите. Такое место быть в воде, чистой, куда нефть не сливается, никаких отходов нету. Чего ты бояться-то? Пить ее не надо. Закрой глаза, если уж так не можешь. И погрузись. Вот пойдите купаться и другому подсказывайте. Там уже сделано, брат Игорь Владимирович, вчера. Заушняйте. Простое дело. Ну, сделайте вот так, чтобы было радостно. Вот у него жена, когда крестилась, она так и была. Улыбка на лице, и она радостная такая погружается. Фотографии здесь. Ну, это же остается навсегда. Тем более у нас все снимается, вы увидите. Сейчас вот пришли у меня книги, еще привезли несколько экземпляров, проповеди в стихах. И там фотографии, это 368, наверное, страниц фотографий на четыре дома. И там всякие люди, где библиотека были, крещение принимали. Все есть буквально. Настолько красиво смотреть. А это на небе. Ангел-поручитель за тебя будет. Там могут быть неприятности во время воды. Мы лежим на берегу, я сижу, а одна, она не одна была, женщина даже кем-то, а другая пошла глухонемая. Она у нас здесь приходит, молится. И пирс. И она решила пирса спуститься спокойно, маленько оттолкнуться, и потом приплыть. А оттолкнулась. Плыть не может. Мы после спрашивали, почему ты не бы на ночь? Я не могу, она упирается, как плавать. Она умеет плавать хорошо. На одном месте стоит, как кто-то за ноги привязал. А я этой женщине говорю, ее долго нет под водой. Да это дыхательная гимнастика. Она этим занимается. Ну давайте убегите, скорее вытаскивайте ее. Она видит доски, она видит журмой столбик стоят под водой. Я упираю, но могу ухода стать. Вот и все. Господь через священника освещает и дети, и духи злые, которые есть в воде. Это молитва у меня такая специальная. Поэтому, когда молитесь там, крепко уповать. У меня этого не должно быть. Тем более, рядом священник стоит. Прям за него хватаются. Там за перила, за нару. Ну что это такое? У нас был тот очень хороший священник. Причинаю еще. Вастер из Германии с женой. Уже договаривались, договаривались. Все хотели потерять. Ну и отходы прямого от Германии. И в это время священник договорился, что явно на купеле, все как, явно не будет. Ребятишки могут хвататься за край. И священник скажет, что это все равно. Даже если, говорят, блоха, с блошебный глаз, не погруженное, крещение может быть недействительным. Ты наоборот, пойдешь, чтобы воды столько у тебя сверху головы было. Тут простые слова-то это все. И он священник так и сделал, испортил. Он ушел вообще тогда из православия. Хорошие люди такие были. Потеряли их. Семья целая. И сразу там, видимо, переоделись. Знаешь, я сейчас не говорю. Так, поблагодарим Бога. Игнатий, можно я добавлю на пирс? То, что Игнатий сказал там, батюшка стоит, а вы там дальше. Не просто дальше. Вы, когда сойдете, там будет мягенько так, хорошо ножком. Там резиновый коврик, там батюшка стоит. А вы пройдете, там открытый вот такой, пройдете, и с этого коврика наступите в игру. Понятно? Там глубина на 30 сантиметров больше. Правда. И батюшке не тулитесь. Он будет стоять, ему вот так будет всего. Как он вас погрузит. А вы туда, когда сойдете, вам будет вот так. Мы вчера все. И вот каждое проверки, туда шаг сделайте, не бойтесь. Там будут две палки. И батюшкина рука. Вот тут не надо цепляться за палки, ни за что. Батюшка вас придержит. Так, тут еще одно. А мы еще после крещения, крестным ходом возвращаемся сюда, и батюшка причастается. Но, как я понял, он причастать не будет. А тоже за воскресенье. Потому что мы ждем митрополита. И который потеряет все все. В субботу, в вечеринку, сходить на исповедь. На исповедь, чтобы все одновременно могли причаститься. Это у нас будет реведийная песня. Может, сановка будет очень и очень цивилий. Даже дети всех причастеют. А мы, которых он крестил и знает, примем на исповедь и причастимся. Так, сегодня надо узнать, у нас в обед где будет, здесь или в степи? Как скажете? Ну, первый вопрос. Кто-то просился бане. Кому баня нужна? Поднимите руки. Уже не надо. Уже не надо. Баня вузданку будет. Баня лучше сегодня была. Ну ладно, мы поговорим потом. Теперь мы делаем так. Когда был лагерь, то чтобы комары не ели, мы выходили тут в холм, и на холме там обед. И каждый год мы это повторяем, они нравятся. После этого молимся там, где от комаров вместо такой банка. И, наверное, сегодня сделать костюм. Единственное, что сегодня очень жарко. Не знаю, надо оценить. А завтра какая погода? Завтра меньше. Ну а что там? Но тоже жарко. Сегодня 35. 35. Всем головной пугов. Костер, конечно. Попросили в субботу сделать. А? Попросили в субботу сделать костер. В субботу. В субботу, пожалуйста. Да, костер в субботу. Сегодня надо будет очистить площадку для крещения. Или там с утром. Траву, скажите. Единственное, хорубие. Сегодня можно было в воде. В бане все же истопить. Некоторые приехали, в русской бане побывать. Поговорим, так как вода, котел маленький, что выщеркать, алтарь, тазик разрешающий на человека, то холодной воды сразу туда добавляют. Ну это маленькая банка. Но чистая, хорошая. Но сегодня больше мы никуда не назначены. Костер на субботу решили? Костер лучше в субботу, да. Уже все крещеные будут. И обед, и моление оставляете на субботу. А обед? Я не знаю, либо обед, либо сегодня, а завтра-то может и не быть возможно. Мне сегодня сделать обед на холме, и сразу там молимся, у нас уже два дела отойдет. Это мы память о лагере. Детский лагерь у нас был. Я сорок пять лет у дебектора. Елена, по шагу перед болею. Вот сестра, у нее талант есть один. Она главный диетолог при моих болезнях. Я часто спрашиваю. Болею, болею, я спрашиваю. В интернете. Нарывался на это. Говорю, почему я не болею-то? И нынче заболел сразу щитереболезнью. Сразу. Ну тут меня не окружили, то можно нельзя, то нельзя. И что она советовала, мне все пошло на фольгу. Почему? Я все равно за столом и капризничаю. То кровь, то это не надо, то соли не надо. Я строго придерживаюсь. Вот если захочется с вами побеседовать, если болеете сейчас, диетолог я так назвал, я... Да. И вот она большое внимание этому уявила. И здесь я уехал, она все еще наблюдает, как это у тебя там, как у вас там это соблюдаете или нет. Ягод, особенно, чтобы больше было ягод, клубничные листья насушить. Мы все это делали. Которое в Санкт-Петербурге, запомните, лекарство готово, очень богатое. Вчера матушка специально пришла. Это... Так, минуту. Что у меня там... Чернобыль какой-то. Сейчас скажу. Вот мы еще захватили. Вот он пишет. Ермольев, Антоний. Календола. Многоточки называется. Матушка говорит, в городе это есть. Дальше. Пижма. Ее не было. И вдруг достали пижму. Прямо большая окапка пришла. Чернобыльник. Это полынь такая. Я вырывал ее, бросал ее, не знаю. Матушка подошла, она как раз и есть. У нас прямо во дворе растет у него. Ну и набрали, там я сколько мог, намолотил. И на русской пещере растерили шарап. Палатку военную. И там сушится немного. Довести надо. Каким образом, надо подумать. Дальше. Чистотел. Я сегодня вам... Дали? Да. Я посылал. Это мало. Ну сколько мог, я подсушил. И дальше тысячелистник. Ну он говорит, для меня более всего нужно, это пижма и чистотел. Ну и более всего, вот это Чернобыль. Нигде не будет достать. А знаете, Чернобыль. Четвертый атомный реактор взлетел. А в Библии написано, и пала с неба звезда по имени Полынь. Полынь из Чернобыль. И то место, которое из Чернобыль полностью исполнилось, как есть. И вот, значит, этому Антонию довезти надо эти лекарства. И отыщены из них. У нас просто апплантации были. Пошел нигде, ничего нет. Как это так? Нету нигде. Ну главное, он не на это указывал. Чистотела много. Пижмы достали. Чернобыльник. Тоже уже сушится. Так, не уехайте без этого. И еще. Я в прошлый раз говорил. Кому нужны будут книги, не только для себя, и для кого-то. Новый Завет переизданный. И к истину православию. Ну нельзя так. Живете только для себя. А мне-то тысяча экземпляров-то не надо. И в книгах, и во всем. Я просто вас остановил, чтобы показать. И у нас есть визитки, которые раздавать надо. Я вам тоже дам бесплатно. И там сказаны наши ресурсы. Как идет крещение. Визиточки такие маленькие. Ну маленькие совсем где-то. Я вам вот дам. Вы их сохраните. Вам издавать их не надо будет. У нас очень много их. Дальше. Дальше я хотел кое-что доказать вам. Показать. Трудные времена начала перестройки. Я снабжал, по милости Божьей, бумагой. И вот так. Ну это, скорость. Вот она как обрезанная. Посмотрите как. А это вот самый лист полный. А4. Другие вот такими вот. И студенты приходили с университета с языками. И тащили в университете, раздавали. Это все бесплатно. Бумаги вообще не было нигде. Поэтому я снабжал 5 отделов милиции. Городское, краевое УВД, больницы. Университеты на себе все носили. И все это делали бесплатно. А то работы нету. Ну как же так. Живем в этой стране и нету. И в это время никто этим не занимался. Самая простенькая. Бумага. А как люди благодарны, вы бы видели. Сколько людей обращались. И в каждом деле. А вот это, допустим, я пишу письмо. Но это мой тоже перебют. И там это уже вшитое. Видите как. Целые книги. Это моя печатка. Я перепечатывал. В то время ничего не было. А прицепа одна, другая до третьей. А большие материалы насчитывал полностью. Златоустый насчитал. 12 томов. Это 64 катушки. По 375 метрам. 8 рублей. Как за 20 копеек. На Библию требуется 11 катушек. На архипелаг булаг 9. На жития святых 40. 14 на 5 томов добротолюбия. Это в это время, когда ничего нигде не было. Магнитоконы насчитаны. Нашлись люди, специалисты. Построжная кнопкой срывается 11 магнитоконов. Да, они стоят. У меня обклад 72 рубля был. Сторожем. А он стоит 320. А мне нужно 11. Умножь еще. Это вообще запредельно. Но обладал специальность. Я 40 лет плавал трещик по стране. Я хвалюсь моим Господом. Это по благодати. И все это делал не один. Люди откуда-то с Эстонии привозили. Дорогой даже было опрокинули с машины. Где-то не давали. Мы там что-то им делали. Там то ягоды. И они тогда больше давали. Чтобы все издать, 250 катушек нужно. А их давали только по 5. В магазине не давали. И мы доставали. У меня ящиками вот так вот буквально до потолка стояло. И Бог так располагал в сердце людей. Шаблыкин или какой-то в Москве есть. Там метро где заходит. И там магазин. С директором стали говорить. Сколько дают? 5 штук. А там большие коробки. 100 штук. Мы говорим, нужна ящика. А вы Библию можете достать? Можем. Как раз Гордеев меня привез сюда на Водокальске своей. Можем. И он нам денег, которых нету, дал денег очень много. Чтобы купили, что хотели. А на завтра мы ему деньги привезли и привезли Библию. Первый раз нас видят. В Москве. И такое доверие. Я начинаю теперь рассматривать. Это невозможно. А почему? Он видит ревность, желание, чтобы люди это знали. Пересчитать нельзя. А насчитал плюнку. Скорость 4,7 сантиметра в секунду. А переписывает этот маяк 205 на скорости 19. И две дорожки были в одном направлении. И вверх туда 4. И на все каталоги составили. У нас кипело все купально. Через это сколько пришло людей, только Бог знает. А мы зашли, границы пересекли. Там в Аргентии даже были. Люди увозили с собой. Поэтому мы никогда не говорили, что а что я сделаю? Вот вы обращаетесь. Не знаешь, обратись ко мне. В любой ситуации в стране разрушено 71 тысяча деревень. 71 тысяча! Это государство в Грибинске разносит то, что ее держат. Это не Наполеон, не Шельгизхан, не трогал сельское хозяйство. А сегодня другая ситуация. И как это? Вот мы добились статуса. Чтобы разрешили. Тут депутаты против. Батюшка был в Москве, в Белом доме. И там священник был, где Бегникунин провел его. Вернулся, оттуда видимо сигнал. Проголосовали все за основальные потеряшки. Сразу, в один день. И вот мы, ну что тут есть? У нас здесь другой дух. Вот вы приезжаете, откуда только нет. Из Франции. Ну, а то не просто так приехали люди. Вот она, сестра стоит сзади. Из Ливана. У нас тут были из Италии, Германии, Франции. И считают, что неизбежащие государства. И все, дороги все здесь входят. Мы восстановили за свой счет дороги. А это страшная цена. Мы ездили, тут прохода никакого не было. Пять прудов восстановили. И люди живут. Поселиться может, он окажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не волнует. А таких людей нет, мне в администрации сказали. Мужчины все курят, женщины матерятся, говорят. Посмеялись, да и все. А если мы-то с 30 лет сохранились. Да мы это сделаем. Сделаем. Детей беспризорных сколько? Министр внутреннего дела Нургалиева говорил, 3,5 миллиона показывают. Миллиона больше, чем гражданскую. Что вы сделали для этого? Это же наши дети. Господь позволил мне создать детский лагерь, построить строение, где они будут, в частном порядке. Набрать команду волонтеров. Вот все эти знают, делал уроки, брат, там. И я директор его 45 лет, без рубля. И мы подняли тысячи детей, тысячи. Во славу Христа. И мы этих людей можем показать, которые там были, которые там придяли. Это не один, не два. У нас отовсюду были. Из Канады. Ну они первую пересадку делали в Франции, в Париж, вторая в Москве, третья в Парнауле. И вот таким кругом с родителями привозили детей. Почему? Такого воспитания нигде больше не было. За три недели наш доман делался чистым. Вообще не было. Он отбежал там домашнюю сестренку, а тут целует. Он полностью другой делается. Но работа шла круглосуточная. Почему больше никто не поздравил? Нигде больше не было. А вот теперь дайте тот. Мы в государство ни разу не обратились, а только защищались от него. И когда мы знали, что они приедут, а как узнали, они говорят, никому не говорили. А у меня башня, и стояли дежурные короли. И как они из леса выводили, колокол ударил, заперли свои, деревня бежит. Сразу. Ну и началось тут. А дети на крыше. Заранее заготовили лозунги. И там написано, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. Представьте себе, а коммунисты стоят здесь. И дальше там, как говорится, сила в правде, там, а не где-то в силе Александра Девского, который. Плакаты такие стоят. И они не заходят. И дети крещат, скажут, не заходите, не заходите. И подняты руки, как, ну, пацана. И это все нам Господь позволил сделать. Я, конечно, не вылазил в это время. А батюшка пришел, медицинский говорит, ты что стоишь? Ну, вот такой, залез в машину. Тут такое делать и на завтра. И он залез, больше не вылазил. А я в келье там молился один. И они уехали, ничего. В один год только 15 краевых комиссий за два месяца. А там все были. И скромные милиции, и пожарники, и электрики. Любыми путями. Там газеты под такие погами, как московский комсомолец на Алтае. Что они делали? Ничего не могли сделать. Но уже осенью начался расправу Господь творитель. Который писал главные статьи против. Нашли в зарезанном где-то. Который там выступал где-то, с работы уволили. Мне в прокуратуре говорят, что это за разгром такой. Я говорю, у меня руки в кармонах, я не вытаскиваю. Это мы пережили все. Я только на том, почему не хотите этого делать? Вот сегодня вы видите, там нельзя, здесь нельзя. Вот большой юноша, юноша, говорю, стоит, мужчина. Он наши дела, где только видит, он сразу берет и начинает помогать. Он юриспруденция разбирается. А такая-то статья. Вот там они могут еще вот так-то подойти. Его никто не заставляет это дело. А вот он теперь полностью с нами. Да благословите его Господь. Вот Юрий будет георгий. Еще один георгий. У нас две георгии еще туда есть. Вот он здесь. Я хотел бы... Да, подойдите, как... Скажите слово свое. Я здесь крещение принимал. Главное для вас задача была всегда, он шофер обработает. Как бы успеть сказать пассажиру, пока он здесь. А он потом умрет, да я буду отвечать. Я правильно понял? Да, так и есть. Скажи это нашей комиссии, как говорится. Табору, уходящему в небо. Братья и сестры, живите в мире. Живите со Христом. Любите друг друга. Любите ближних своих. Ну и с Богом. Спасибо. Спасибо. Все, молиться, да? Молитва. Молитва, Игнатьевич. Так, давайте молиться. Постоянно. Пороше, возьмите, о которой истину, Ложите тебя в Богородицу, Призноблаженную и при непорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И слабнейшую бескомнение Серафин, Безыстрения Бога слова рожьую, Сущую Богородицу Тя величает. Благодарим тебя за эти необыкновенные дни, Господи, Когда мы видим, что новые души приходят к Тебе. Мы видим, Господи, как в этой книге песни песней Отразил, Господи, Ты это состояние. Слава Тебе, Господь. Даруй, Господи, этой радости, о которой говорит Твой апостол. Непрестанно радуйтесь, Господи. Когда мы с Тобой, эта радость открывается в нас. Помоги многомилостив, Господи, этим нашим братьям, Которые испрашивают крещение, Чтобы все удостоились великого звания христианина По воле Твоей, Святой. Даруй, Господи, чтобы эти дни прошли. Митрополит приехал в радости в это общение. Братья в этом прекрасном нашем месте, Которое Ты благословил, Господи. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Я бы хотела задать ей вопрос. Сейчас в присутствии церкви нашей. Насчет платка и насчет танца. Как они для них хотят? Танца? Ну да, отношение к танцу. Я хотела, училась танца. В каком году? Ну вот в прошлом году уходила. Несколько занятий у меня было. И с кем-то с манекеном танцевали? Там пока одни сначала, там сначала одни учат, а потом пары у меня не было. Я не нашла, почему? Пока не было, не было. Ну и нашла. 51 год. 51, осталась чутка, немножко даже с великой шеей. И красились, конечно, да? Нет, я давно не крашусь. Я вот как развернулась, так и все. Не до этого просто. Ага. А если будет до этого? Сейчас вы крестите. А уже не хочется. Сейчас креститесь, расправите плечи. И Христос вам даст дыхание жизни. И вы полетели. Уже на это, самбо будете танцевать. Вот что там, там где-то какое-то. Или салсис там какие-то, они сейчас крутят вот так задницу. Ломбада. Нет, это уже устарело. Нет, я не вижу. Платки, платок я... Ах, ох, ох, какие-то 51 год танцами. Я дома хожу все время в платке. И я приду на работу в платке. У меня есть опыт. А, вы можете дома заниматься танцами? Это гимнастика называется. Вот это очень приветствуется. А потом вот как анаид. Жюх на кухню. Жюх там по хозяйству где-то. Вот это нормально. Да, и крутитесь там, как белка в колесе. А посты как у вас? А, все соблюдали.